Хотела бы передать слово модератору нашего сегодняшнего семинара и научному руководителю нашего семинара Оксане Вячеславовне Синявской. Спасибо большое, Ольга. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рада всех видеть. И замечательно, что так много людей сегодня собралось. Это не первый семинар, посвященный обсуждению социальных и экономических эффектов пандемии, но давно планировавшись идеей пообсуждать эффекты текущей пандемии на динамику доходов, на распределение доходов и бедность у нас возникло еще летом. И вот я очень рада, что наконец нам это удалось. И удалось это нам сделать во многом при поддержке, благодаря уже тоже традиционному и всегда очень плодотворному сотрудничеству со Всемирным банком. И здесь сегодня Всемирный банк выступает не только соорганизатором этого мероприятия, но и, собственно, ключевой доклад, который мы сегодня будем обсуждать, подготовлен экономистами Всемирного банка, либо консультантами, работающими со Всемирным банком. И нам будет очень интересно поговорить о тех результатах, которые у них получились. Я очень рада увидеть среди сегодняшних докладчиков и Михаила Матицына, с которым у нас, в общем, тоже достаточно долгое и плодотворное институциональное сотрудничество, и, безусловно, Дарью Попову, которая, наряду с ее занятостью и работой в Эссексе, является также ведущим научным сотрудником нашего института. И познакомиться с Эмэлем Фрейхер-Родригесом. А дискуссантами сегодняшнего семинара у нас будут Владимир Ефимович Гемпельсон и Светлана Мареева, которая любезно согласилась выступить со модератором семинара. И прежде чем мы передадим слово докладчикам, я бы хотела еще раз выразить признательность Всемирному банку за возможность проводить такие обсуждения и передать микрофон для приветственного слова Сэмэля Фрейха-Родригесу, ведущему экономисту глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка. Сэмэль, вам слово. Прошу прощения, на этом мой русский язык закончился. Я очень рад возможности присутствовать на этом мероприятии и от имени господина Рено Селегмана и от всех сотрудников Всемирного банка, работающих по России, как в Москве, так и в Вашингтоне. Я рад приветствовать вас и, повторюсь, мне очень приятно приметь участие в этом мероприятии. Я также хотел бы поприветствовать всех коллег, которые решили поучаствовать в этом семинаре, посвященном политике активного долголетия и пенсионной реформы. Это элемент нашего долгосрочного сотрудничества с Институтом социальной политики. Действительно, тематика, которая рассматривается в рамках этого мероприятия, представляет очень большой интерес, она весьма актуальна и для Российской Федерации, и для тех, с которыми мы ведем работу. Сегодня в мире разворачивается пандемия. Вторая волна бьет по многим странам мира. И, согласно нашим последним оценкам, порядка 100 миллионов человек могут оказаться среди тех, кто относится к категории крайне бедных. И, условно, это скажется на наших дальнейших действиях, на том, как будут выстраиваться меры политики, как будут вести свои работы исследователи и организации развития, такие как Всемирный банк. Действительно, мы видим, что сейчас реализуется целый ряд подходов и стратегий, которые призваны помочь в восстановлении экономики. Если говорить о Российской Федерации, то, начиная с января, правительство Российской Федерации было целый ряд мер социальной политики, направленных на защиту пенсионеров, безработных, многодетных семей, председателей малого-среднего бизнеса. Был предпринят целый ряд таких мер, существует целый спектр таких инструментов, поэтому очень важно анализировать то, как все эти меры осуществляются на практике, как они влияют на положение дел в экономике как самой Российской Федерации, так и понять, чем из российского опыта можно воспользоваться в других странах с учетом необходимости борьбы с пандемией. Коллеги, сегодня мы предлагаем вашему вниманию первый подход, первую попытку осмыслить последствия социальной политики, реализованной в условиях пандемии, примитивно к опыту Российской Федерации. Мы смотрим на распределение доходов, мы смотрим на то, как пандемия повлияла на бедность, и мы очень заинтересованы в ваших комментариях, в вашей оценке, в этой предварительной работе, которая была нами выполнена. Мы очень хотели бы продолжить наше сотрудничество с Высшей школой экономики, с Институтом социальной политики, с другими коллегами в России, для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать меры социальной политики в интересах россиян. Я с нетерпением жду эффективной платформной дискуссии, и, повторюсь, я очень заинтересован подложить наше сотрудничество с Институтом социальной политики. Еще раз спасибо. Я думаю, что вот сейчас мы перейдем уже к основной части семинара. Еще раз повторю, что сегодня у семинара два со-модератора. Помимо меня, это Светлана Мареева, руководитель Центра статистикционных исследований Института социальной политики. У нас будет 45 минут на выступление трех коллег, и примерно потом полчаса на выступление дискуссантов. И я надеюсь, что у нас останется достаточно времени для общей дискуссии. Еще раз напомню правила нашего семинара о том, что можно писать вопросы и комментарии в чат, и мы со Светланой их увидим, и потом будет возможность их зачитать. Либо поднимать руку, когда уже после завершения выступлений для вопросов или комментариев. И сейчас я бы хотела передать слово докладчикам. Спасибо большое, Оксана. Я буду первым докладчиком, и я благодарю всех присутствующих за участие в этом семинаре и организаторах за возможность представить нашу совместную работу по оценке влияния эпидемии COVID на распределение доходов и бедности. Можно следующий слайд? Наша презентация состоит из четырех частей. Я расскажу про модель, которую мы используем, и данные, которые мы используем в этой работе. Затем я передам слово Михаилу, и он расскажет про полученные нами оценки и перераспределительной эффективности социальной и налоговой системы в России, а также оценки эффекта кризиса COVID на распределение доходов. И мы завершим наше выступление основными выводами и рекомендациями. Спасибо. Итак, для этого исследования мы используем модель РУСМОД. Это микросимуляционная модель. Суть микромоделирования заключается в том, что мы объединяем базы данных обследований домохозяйств с данными из законодательства об основных налоговых правилах и правилах начисления социальных трансфертов. И таким образом мы можем проводить экспертизу как еще не принятых, только прогнозируемых реформ в системе социальной поддержки и в налоговой системе. И программ, которые появились и которые были разработаны совсем недавно, введены совсем недавно, как в случае с этими COVID мерами социальной политики. И у нас просто нет сейчас на данный момент данных обследований домохозяйств, которые позволяли бы оценить эти данные. Поэтому то, что мы делаем в этом исследовании, этот метод называется no-casting. И таким образом мы используем данные обследований домохозяйств, объединяем их с законодательной базой и получаем актуальные оценки эффективности данных программ с точки зрения распределения доходов и бедности. Модель Rusmod написана в программном обеспечении Euromod. Она полностью сопоставима с моделью Euromod для стран ЕС. Поэтому мы также используем ее для международных сравнений. Мы проводим регулярный апдейт модели, начиная с 2017 года. И в качестве исходных данных для модели используем данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, РЛМС, и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах Росстата. Модель, которую мы используем в этой работе, является статической. Статической в том смысле, что мы оцениваем эффекты в краткосрочном периоде. Мы не оцениваем долгосрочные эффекты, но поскольку меры, которые мы оцениваем, экспертизу которых мы проводим в этом исследовании, являются также краткосрочными, и мы знаем, что они не будут действовать по истечении нескольких месяцев, мы считаем, что, в принципе, эти допущения являются адекватными, и эти меры не будут влиять в долгосрочном периоде на экономическое поведение домохозяйств. Помимо этого, ну, помимо того, что мы принимаем такое допущение, надо отметить, что вместо законодательных норм мы все-таки стараемся моделировать экономические нормы. То есть мы корректируем наши данные на уклонение от уплаты налогов, ненаблюдаемые доходы и вероятность неполучения адресных пособий некоторыми потенциальными получателями из-за каких-то несовершенств данных и также несовершенства критериев адресности, которые используют органы социальной защиты. И, наконец, нужно отметить, что мы также используем эту модель для оценки эффектов изменения в системе налогово-бюджетной политики для предложения труда. То есть мы можем делать, скажем так, среднесрочные прогнозы, учитывая, что какие-либо реформы могут влиять на занятость. Но мы не делаем это в этой работе. Можно следующий слайд. Спасибо. Здесь показана последовательность моделирования налогов в социальных трансфертах в модели РУСМОД. Начинаем мы с такой концепции дохода, как постналоговый рыночный доход. Как правило, в данных обследований домохозяйства вопрос задается о постналоговом доходе. И поэтому мы должны сначала восстановить рыночный доход, смоделировав взносы на социальное страхование и НДФЛ. Затем мы снова вычитаем эти взносы НДФЛ и добавляем трансферты, чтобы получить располагаемый доход домохозяйства. И затем у нас еще есть третий шаг. Мы вычитаем из располагаемого дохода НДС и акцизы на алкоголь, табак, автомобильное топливо. То есть те виды косвенных налогов, которые мы можем смоделировать для домохозяйства, для населения. И поэтому наше итоговое понятие дохода, итоговая концепция дохода, это постналоговый потребляемый доход. И нужно отметить, что мы не можем смоделировать все трансферты. Например, пенсии. Для того, чтобы смоделировать пенсии, нам нужна история индивида, история занятости, социальных отчислений и так далее. Поэтому эти компоненты, доходы берутся из данных, но для их актуализации на 2020 год мы используем индексы роста доходов для этих компонентов. Все остальные компоненты соответствуют, те, которые моделируются, соответствуют законодательству на данный момент. Еще надо сказать о том, что мы будем использовать постоянное определение, перераспределительный эффект. В общем, это разница между располагаемым доходом и рыночным доходом. Или между потребляемым доходом и рыночным доходом. Спасибо, да, можно следующий. Да. Главной инновацией в этой работе является то, что мы используем два источника данных. Это данные РЛМС, самые последние волны РЛМС, которая была доступна на момент исследования 2018 года, и данные ВНДН 2017 года. Почему мы используем оба источника? Во-первых, они являются комплементарными друг к другу. Данных РЛМС мы имеем и доходы, и расходы домохозяйств. Поэтому на основе данных РЛМС мы можем восстановить вот эту третью, рассчитать третью концепцию дохода, постналоговый или потребляемый доход. Данные ВНДН позволяют нам проводить анализ на региональном уровне. В целом, эти два источника взаимозаменимы. И мы используем оба. Да, спасибо. Можно дальше. Модель проходит валидацию и источником данных для валидации является распределение доходов. Данное распределение доходов, которые публикуются Росстатом. В данном случае в этой таблице показаны характеристики распределения доходов по квинтильным группам, коэффициент джинни и уровень бедности в сопоставлении с данными Росстата на 2019 год. Можно отметить, что наши оценки средних доходов и оплаты труда ниже. для данных ВНДН соотношение несколько лучше, чем для данных РЛМС. Ну, в общем-то, это естественно, потому что эти данные собираются Росстатом, обследование производится Росстатом. И мы не можем, конечно же, добиться полного совпадения с распределением Росстата, так как они также используют моделирование для своих оценок распределения доходов и бедности. Ну, в целом, вот мы можем отметить, что мы хорошо предсказываем среднюю часть распределения, и у нас, по нашим расчетам, выше доля доходов, которая приходится на первый квинтиль. И, соответственно, ниже доля доходов пятого квинтиля. Ну, в целом, это характерно для большего числа обследований, в том числе европейских. Поэтому мы считаем, что наша модель дает достаточно точные оценки распределения доходов. Да, теперь я передаю слово Мише. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое, Дарья. Я присоединяюсь к благодарности организаторам и участникам семинара за возможность представить наши результаты. Мы будем благодарны за вашу обратную связь, вопросы и комментарии. А я также хотел бы сказать, что в настоящий момент мы готовим публикацию по результатам этого исследования, которая будет чуть более подробно содержать основные положения методологические и выводы, и численные расчеты. Публикация выйдет на английском языке, скорее всего, в рамках серии публикации Всемирного банка. Однако, если участники семинара считают, что есть спрос на то, что мы выпустили эту публикацию также на русском, дайте нам, пожалуйста, знать. Мы постараемся рассмотреть такую возможность. Итак, я начну свою часть выступления с короткого обзора того, насколько силен и выражен перераспределительный эффект российской социальной и налоговой политики в целом, пока не применительно к эффектам пандемии или другим реформам в этой сфере, а как бы статус-кво, текущее состояние системы. А потом уже перейду к рассказу о том, как мы оценивали эффекты пандемии и эффекты тех мер, которые правительство России ввело для борьбы с этой пандемией. Итак, на первом слайде, на этом слайде мы привели графики того, как выглядит перераспределительный эффект по децильным группам и также по типам поселения. Основной вывод, который я хочу сделать отсюда заключается в том, что в целом российская система достаточно сильно перераспределяет доходы. Прежде всего, это перераспределение происходит как раз по доходным группам, ну, от бедных к богатым, ой, от богатых и бедных, прошу прощения, что в принципе довольно очевидно. В целом общий эффект является близким к нейтральному в том смысле, что все российское население в целом не является ни нато-платильщиком, ни нато-получателем из-за социальной и налоговой системы, то есть размер налогов, которые они платят в систему и размер социальных пособий, которые они получают всех, включая пенсии, более-менее уравновешивают друг друга. Однако по децильным группам этот эффект крайне неравномерен, то есть нижние группы практически полностью полагаются на те пособия, которые они получают, прежде всего пенсии. Собственно, проще сказать, что у них нету своего рыночного дохода, то есть у них нет ни зарплат, ни предпринимательского дохода. А старшие верхние децильные группы наоборот получают незначительную часть своего дохода в виде пособий и других выплат из социальной системы, в то время как довольно значительную часть своих доходов они платят в качестве налогов. То есть эффективная налоговая ставка, которая включает в себя все и прямые налоги, и страховые взносы, и косвенные налоги, может превышать 20% их дохода. А в данном случае децильные группы выделены по рыночному, то есть доходу до всех интервенций со стороны государства. И на правой панели этого слайда график перераспределения по типам поселений мы видим, что в этом случае эффект очень слабо выражен, то есть перераспределения практически не происходит. Да, в целом более крупные и богатые города Москва, Санкт-Петербург и другие региональные центры и прочие городские поселения являются ну нет-платильщиками, то есть они в целом чуть больше платят, чем получают эти системы, в то время как сельские поселения являются на это получателями, то есть объем их пособий и трансфертов несколько выше, чем объем налогов, которые платит система. Но этот эффект не слишком значительный. Я, наверное, не оговорился, результаты, которые я показываю вот на этих слайдах, базируются на данных РЛМС. Мы считаем их чуть более надежными для национального уровня, в силу того, что, несмотря на то, что выборка несколько меньше, но зато детализация вопросов существенно выше, и у нас была возможность точнее смоделировать различные программы. А самое главное, что косвенные налоги можно смоделировать было только на данных РЛМС. Данные ВНДН, в силу того, что они не имеют блока по потреблению, не позволяли нам моделировать результаты косвенных налогов, поэтому в данном случае мы опираемся на РЛМС. Чуть позже я могу привести сравнительные картинки, если будет интересно, и показать, что в целом эти два источника данных близкие результаты моделирования, и там, где я буду говорить о региональных эффектах, там это будет базироваться на данных ВНДН, а национальные, в свою очередь, на данных РЛМС. Итак, следующий слайд нам показывает аналогичную картинку перераспределительного эффекта, но уже по типам семей и по возрастным группам респондентов. И здесь, в принципе, я думаю, неудивительно для участников семинара, которые в основном хорошо знакомы с российской социальной системой, видно, что основные получатели социальных пособий в России это прежде всего пенсионеры, это семьи пенсионеров или семьи с пенсионерами, вообще в целом можно сказать, что один из основных выводов вот этого анализа статического заключается в том, что пенсии практически полностью доминируют в России по отношению к остальным компонентам социальной системы. Также семьи с тремя и более детьми или одинокие родители в относительном выражении являются бенефициарами системы, в то время как семьи с одним ребенком двумя детьми или семьи вообще без детей являются чистыми на эту платильщиков их систему. В целом можно сказать, что это неплохой вывод в том смысле, что мы знаем с тремя и более детьми и одинокие родители, это как правило наиболее уязвимые группы российского населения, по крайней мере риски бедности для этих групп являются самыми высокими по официальным данным. На этом слайде мы показываем сравнение российской системы с другими странами Евросоюза. это как раз преимущество того, что модель, с которой мы работаем РусМод является продолжением широкой модели Евромод, которая в свою очередь оценивается для всех стран Евросоюза. И вывод, который можно сделать, с точки зрения коэффициента Gini и изменения доходного неравенства, российская система в целом имеет гораздо более слабый перераспределительный эффект, чем большинство стран Евросоюза, только Латвия и Болгария оказываются в этом смысле менее перераспределительными, чем Россия, в то время как все остальные 26 стран Евросоюза имеют более выраженный перераспределительный эффект. Напомню, что под перераспределительным эффектом мы понимаем снижение неравенства между рыночным доходом и между располагаемым доходом. То есть неравенство на уровне располагаемого дохода на 40, 50, 60 процентов ниже, чем неравенство на уровне рыночного дохода. А также видно, что в случае России весь перераспределительный эффект практически полностью объясняется пенсиями на 90 с лишним процентов и небольшая доля приходится также на пособия с проверкой нуждаемости. В то время как в большинстве стран Европы состав вот этой композиции этого эффекта довольно сильно отличается. До пенсии во многих случаях тоже играет важную роль, до половины или даже более половины, но и другие компоненты налоговой и социальной системы, как то пособия с проверкой нуждаемости и прямые налоги, которые в Европе как правило сильно прогрессивны, также вносят существенный вклад в снижение неравенства между рыночным доходом и располагаемым доходом. А теперь мы переходим к результатам на региональном уровне и результаты, которые будут для регионов России в свою очередь опираются на данные ВНДН обследования Росстата, обследования доходов населения Росстата, которые имеют выборку представительную на уровне регионов, в то время как РЛМС, к сожалению, не является представительным. И также мы можем оценить перераспределительный эффект между регионами. Не в том смысле, что мы сравниваем сейчас попробую объяснить. Когда мы говорим о перераспределительном эффекте между регионами, мы прежде всего смотрим, насколько разные регионы различаются между собой. Естественно, они различаются по нескольким направлениям. Это как экономические параметры регионов, уровень дохода в одних выше, в других ниже, так и демографические параметры, где-то больше доли пожилых, соответственно, роль пенсии объективно выше, где-то меньше доли пожилых. И количество детей на семью тоже может быть очень разным. Так и различные параметры федеральных, налоговых и социальных политик, которые мы моделировали. Стоит оговориться, что мы не включали в модель специфичные для регионов отдельные социальные политики, которые не существуют на федеральном уровне. Однако те, которые существуют на федеральном уровне, были смоделированы таким образом, чтобы учитывать региональные параметры. Например, если какие-то пособия с проверкой нуждаемости привязаны к прожиточному минимуму на уровне регионов, то мы, естественно, брали все 85 прожиточных минимумов на уровне регионов и моделировали эти пособия с такой степенью детализации. И вывод, который мы можем сделать из этого анализа, заключается в том, что в целом эффект более выражен в регионах с низким уровнем дохода, то есть те регионы, в которых средний дышевой рыночный доход на человека ниже, в целом больше выигрывают при переходе от рыночного к располагаемому доходу, то есть их средний доход в целом растет сильнее, чем в более богатых регионах. Здесь мы выделили несколько просто примеров, то есть мы видим, что среди богатых это, очевидно, Москва и регионы, богаты ресурсами, Ямал-Ненецкий округ, Антамансийский округ, в которых преиспределительный эффект в целом отрицательный, то есть располагаемый доход там в среднем ниже, чем рыночный доход, в то время как в традиционно бедных регионах Северного Кавказа, Юго-Сибири располагаемый доход на душу в среднем оказывается выше, чем рыночный доход. Если мы посмотрим не на средний доход, а на уровень бедности, на уровне по отношению к рыночному доходу и к располагаемому, то картинка оказывается менее наглядной. Можно сказать, что абсолютное изменение бедности имеет положительную связь с уровнем бедности, а относительно имеет отрицательную связь. То есть чем более бедные регионы по рыночному доходу, тем больше снижение абсолютной бедности, но при этом в относительном выражении снижение бедности между рыночным и располагаемым доходом оказывается меньше. Отчасти, возможно, это связано с тем, что границы бедности, то есть проживочный минимум, тоже достаточно существенно различается по регионам России. И теперь я, собственно, перехожу к основной секции, к основному разделу нашего выступления. Мы поговорим об оценках эффекта кризиса, связанного с пандемией, и прежде всего о тех мерах, которые правительство России объявило, и которые начали реализовываться для того, чтобы поддержать население и снизить негативные эффекты на доходы и бедности. В результате этой самой пандемии. Несколько слов о том, как мы подходили к этому моделированию. Мы рассматривали несколько сценариев. Дальше на моей графике будут приведены слова «эксперимент А», «Б», «В» и «Общий эффект». Поясним, что мы под этим понимаем. Эксперимент А – это оценка эффектов мер социальной политики, принятых еще до пандемии, то есть по результатам послания президента в январе 2020 года. Мы все помним, что тогда было объявлено о введении нескольких дополнительных пособий на детей, а также расширении существующих пособий. Несмотря на то, что формально это не связано с пандемией, тем не менее мы решили включить эту часть изменения социальной политики в наш анализ, потому что понятно, что теперь уже постфактум трудно отрываться одно от другого. Когда мы будем по результатам года оценивать, как изменилась бедность и доходы населения в 2020 году, частично это будет связано еще с теми мерами, которые были объявлены в январе, и частично с тем, что произошло уже позже в марте, апреле, июне и далее в течение года. Но для цели моделирования мы постарались отделить. То есть эксперимент А будет отдельный. Эксперимент Б, который заключается в том, что это собственный эффект кризиса. Это здесь не включены никакие меры политики, а это непосредственно оценка влияния и снижения доходов населения, прежде всего с введением нерабочих дней в апреле-майе 2020 года в большинстве регионов. А также с экономическими последствиями того, что некоторые отрасли оказались закрыты, или существенно упал спрос на товары и услуги в этих отраслях, и, соответственно, экономическое бремя оказалось неравномерно распределено. Стоит сразу пояснить, на что мы опирались. Когда мы делали эти расчеты, это еще был в основном май-июнь этого года, не было надежных оценок того, что происходит на рынке труда и в реальном секторе экономики. Поэтому, прежде всего, мы опирались на интегральную оценку, которая была сделана экспертами Всемирного банка из отдела макроэкономики, которые нам сказали, что, скорее всего, по их оценкам ВВП России, в целом за год упадет на 6%. Мы сделали небольшой сравнительный анализ и пришли к выводу, что это будет возможно транслироваться в то, что трудовые доходы упадут даже несколько сильнее, порядка 8%, и мы разложили это на два канала, на два механизма, через которые это может происходить. Во-первых, мы предположили, что будет некоторое падение доходов для всех домохозяйств на 5%, а во-вторых, что некоторое количество работающих потеряет работу полностью и, соответственно, полностью потеряет свой доход от трудовой деятельности. Однако это будет очень неравномерно. Мы выбрали несколько секторов наиболее пострадавших, как то туризм, сектор услуг, частично строительство. И, прежде всего, мы предположили, что этот эффект будет выражен в региональных центрах Москва, Санкт-Петербург и другие центры областные. Естественно, эти все предложения являются довольно грубыми и могут быть уточнены. Забегая вперед, я сразу скажу, что мы уже работаем над уточненными сценариями, и, я думаю, в течение нескольких недель или месяцев у нас появятся более точные расчеты. Однако нам представляется, что такой сценарий, который включается в два механизма, в два канала, является достаточно показательным, потому что он позволяет учесть различные эффекты как в тех регионах, которые больше пострадали от пандемии, так и в тех, которые относительно меньше, тем не менее, тоже испытали общий страновой эффект. И, собственно, эксперимент В, это, наверное, основной в нашем случае, он оценивает эффективность мер социальной политики, которые уже были приняты непосредственно по результатам кризиса. Они были объявлены в несколько этапов, однако здесь мы собрали их все вместе. На слайде мы перечислили основные меры, которые мы включили в модель. Это и единовременно выплатам детей разных возрастов, и денежные выплаты пенсионерам, и дополнительную индексацию пенсий. Также я хочу оговорить, что мы не только социальные, но и налоговые меры постарались моделировать настолько, насколько это было возможно. То есть налоговый вычет на самозанятых, отмену подоходного налога и страховых взносов во втором квартале для занятых в малых и средних предприятиях и так далее. Данные не всегда были достаточно полны, чтобы мы полностью учли эти эффекты, однако мы постарались извлечь максимум информации, которая была возможна. Опять же оговорюсь, что данные РЛМС чуть более надежны на национальном уровне, в то время как данные ВНДН имеют меньше информации о рынке труда и типе занятости респондентов, поэтому налоговые вычеты и налоговые меры удалось нам самоделировать чуть менее точно. Поэтому, когда мы будем говорить о национальных эффектах, мы будем опять основываться на данных РЛМС, а региональные эффекты будут в основном на данных ВНДН. Ну и общий эффект, как довольно очевидно, это совокупный эффект экспериментов А, В и В, то есть суммарный эффект от всех трех этапов кризиса и мер поддержки населения против этого кризиса. Ну и несколько слов о дополнительных предположениях, которые мы сделали для моделирования. Как Дарья уже сказала в начале, в целом подход Евромод и Русмод заключается в том, что экономический эффект налогов, экономическое бремя может быть распределено разным образом. В данном случае мы предположили, что экономическое бремя и экономическая выгода от снижения налогов полностью вложится на работника, а не на работодателя, то есть снижение налогов полностью транслируется в увеличение трудового и, соответственно, располагаемого дохода. Теоретически это предположение можно ослабить, однако мы хотели посмотреть эффективность мер именно в этом предположении. И также мы сделали предположение о том, что меры политики будут, скажем так, не полностью востребованы. То есть, например, пособие по безработице, да, оно объявлено, но не все, кто теоретически является безработными, за ним обратятся. Но мы знаем, что и в настоящий момент в России ситуация устроена так, что зарегистрированный уровень безработицы существенно ниже, чем фактически, а тем более количество тех людей, которые получают пособия, еще значительно меньше, чем тех, которые являются безработными по методологии Международной организации труда. И даже для других пособий, новых пособий на детей, мы предположили не стопроцентное обращение за ними, мы поставили уровень 75%, имея в виду, что до каких-то людей информация, может быть, не дойдет, у каких-то не будет нужных документов. И в целом не вполне понятно пока, как эта ситуация будет реализована на практике, поэтому мы хотели сделать некоторое осторожное предположение, что, да, большая часть семей так или иначе за ними обратится, но будут те семьи, которые, к сожалению, не смогут получать эти пособия. И, в принципе, мы просто случайным образом распределяли вот это вот обращение среди всех, кто теоретически имеет право получать эти пособия. Мы пропорционально вот этим коэффициентам ввели переменную, которая отвечала за то, обратится эта конкретная семья за пособием или нет. И перейдем, собственно, к результатам. Я буду стараться показывать их в тех же разбивках, в которых я говорил о статических эффектах. То есть вначале мы видим представление по децельным группам и по типам поселений. Можно сказать, что в целом ситуация оказалась относительно более благоприятной для низших, для наименее обеспеченных групп населения, для низших децельных групп и менее благоприятной для старших децельных групп. В том смысле, что и эффект кризиса, эксперимент B, оранжевые столбики на диаграмме, оказался в целом относительно более выражен для более богатых респондентов. И меры социальной поддержки оказались, в свою очередь, наоборот, относительно более сосредоточены на группах, наименее обеспеченных. То есть и в результате эксперимента A, напомню, это меры, объявленные по результатам январского послания президента, и меры по результатам пандемии, то есть серые столбики эксперимента B, они являются прогрессивными в том смысле, что бедные слои населения получают больше в относительном выражении, чем богатые. И, соответственно, общий эффект получился, желтые столбики несколько негативные в целом для всего населения, однако он является положительным для нижних четырех децельных групп и отрицательным для верхних шести децельных групп. То есть нижние слои населения, возможно, даже выиграют по результатам всех мер, принятых в результате кризиса, в то время как старшие, скорее всего, понесут определенные потери, связанные со снижением их доходов. По типам поселения ситуация также крайне неравномерна. Основное бремя ложится на крупные города, Москву, Санкт-Петербург, региональные центры, в то время как домохозяйства, проживающие в прочих городских поселениях и сельских поселениях, могут даже несколько выиграть по результатам всей этой ситуации в связи с предиспределением дохода. Стоит, конечно, сразу оговориться, что во многом это объясняется и предположениями модели. Мы предположили, что эффект снижения доходов будет гораздо более выражен для крупных городов, чем для сельских поселений. Когда будут надежные данные, мы постараемся переоценить нашу модель и с удовольствием представим вам обновленные результаты. И по типам домохозяйств и по возрастным группам результаты также оказываются достаточно интуитивными, ожидаемыми. В том смысле, что большинство мер социальной политики, связанных с поддержкой населения, было направлено на семьи с детьми, прежде всего семьи с двумя детьми и более. И, соответственно, неудивительно, что именно эти семьи оказались основными получателями социальных пособий, дополнительных социальных пособий, объявленных как в январе. Эксперимент А, так и по результатам эпидемии и кризиса. Эксперимент В. В то время как другие группы населения, особенно группы населения без детей, практически не выиграли. Они совершенно не выиграли по результатам эксперимента А, лишь незначительно выиграли по результатам эксперимента В. В то время как снижение доходов, оно, в общем, коснулось практически всех групп домохозяйств, за исключением пенсионеров, которые наименее пострадали, так как они наименьше полагаются на трудовой доход и, очевидным образом, больше всего на пенсии. И общий эффект опять оказался отрицательным для семей без детей и семей с одним ребенком и положительным для семей с двумя и тремя детьми. По возрасту ситуация похожа. Если мы разобьем своих респондентов по возрасту, то основные выигравшие от всей совокупности мер по результатам кризиса являются дети до 17 лет, в то время как все остальные возрастные группы несут потери в том смысле, что их доход в конце года, скорее всего, окажется ниже, чем доход в начале года. Наверное, стоит пояснить, что когда мы говорим о возрастной разбивке, мы исходим из того предположения, что доходы внутри семьи распределены равномерно. То есть мы не делали никаких моделирований о том, как распределять доходы внутри семьи, имея в виду, что там все члены семьи получают равные доли доходов. И перейдем к региональным результатам. На данном слайде мы поместили диаграммы, которые показывают результаты экспериментов А, Б, В и общий эффект на уровне регионов по результатам моделирования с помощью данных ВНДН Росстата. И также, как мы говорили про децильные группы, примерно такой же вывод можно сделать и про регионы. Более бедные регионы, то есть те регионы, которые имеют более низкий средний душевой доход, в целом пострадали от кризиса меньше, а выиграли от меры социальной политики, наоборот, больше, чем более богатые регионы. И, соответственно, общий эффект для них окажется скорее положительным. Самая правая панель диаграммы, мы видим, что беднейшие регионы, такие как ТВА, Дагестан, другие регионы Северного Кавказа, возможно даже выигрывать по результатам кризиса и мер социальной политики, связанных с поддержкой населения. В то время как наиболее богатые регионы, Москва, Санкт-Петербург и богатые ресурсы регионы Сибири проиграют и теряют больше остальных. То есть потеря доходов в них может доходить до 10-12%. Это общий эффект складывается, как я уже сказал, из двух со-направленных эффектов. В свою очередь и богатые регионы, крупные города больше страдают от кризиса, эксперимент B. И, соответственно, они меньше выигрывают от мер социальной политики, эксперименты А и В. И если посмотреть на аналогичную картинку, но не для уровня недохода, а для уровня бедности по регионам, то мы можем сделать близкий вывод. Уровень бедности снижается в более бедных регионах, в то время как в наиболее богатых, то есть регионах, в которых изначально уровень бедности был ниже, он, возможно, даже вырастет. В данном случае мы видим, что Москва, Санкт-Петербург, которые, скорее всего, по результатам года, покажут уровень бедности более высокий, чем в начале, в то время как некоторые другие регионы, возможно, даже продемонстрируют снижение уровня бедности. Но, опять же, это складывается из двух эффектов. В свою очередь они меньше затронуты кризисом, потому что доли трудовых доходов в этих регионах меньше, а мы предполагали, что основной канал кризиса будет связан именно с трудовыми доходами. И, в свою очередь, они больше выиграют от мер социальной политики, потому что и демографические параметры у них таковы, что доля пенсионеров, большее количество семей с детьми и большее количество детей в среднем на семью. И, соответственно, меры политики, которые в основном транслируются по этим двум каналам, окажутся более эффективны в этих регионах. Поэтому можно сказать, что социальные политики и налоговые меры, которые были приняты в России в целом, оказываются сосредоточены именно на тех группах населения, которые наиболее нуждаются. Однако они не совсем сосредоточены на тех группах населения, на тех регионах, которые наиболее пострадали от кризиса. Ну, на данном слайде мы приводим еще раз выводы. Я, наверное, не буду подробно останавливаться, потому что они в основном повторяют те выводы, которые мы уже анонсировали в результате в процессе выступления. Я бы хотел передать слово Сэмуэле, для того чтобы он еще раз обобщил основные результаты нашего моделирования, рассказал о том, как Всемирный банк видит возможные эффекты для дальнейшего развития социальной политики в России и какие дальнейшие направления исследований мы планируем в течение этого и следующего года. Спасибо огромное и передаю слово Сэмуэлу. Сэм, the floor is yours. Спасибо, Миша и Дарья. Очень коротко. Это исследование привело нас к целому ряду серьезных выборов. Система социальной помощи и транспорта в России направлена на помощь беднейшим слоям населения, хотя и основное социальное переспределение происходит через пенсии, в отличие от других европейских стран, которые полагаются в том числе и на прямой налоги, а не только на систему перераспределения, на систему трансферта. И в этом случае в России вот эти как раз инструменты играют очень маленькую роль, в отличие от европейских стран. Поэтому меры, принимаемые в ходе пандемии, они очень прогрессивны в том смысле, что они нацелены на беднейшие группы населения. И поэтому мы в самом отчете в России пишем, что социальная политика предотвратили усиление и увеличение размера бедности в России в 2020 году. Как Миша и Дарья уже сказали, мы сейчас работаем над продолжением и на расширение модели РУСМОД. Мы продолжаем проводить оценки налоговой и социальной политики в России. Задумываемся на том, каким образом изменится и будет развиваться система социальной защиты в России после пандемии, насколько прогрессивной она будет. В настоящее время мы также работаем над новой динамической, так сказать, поведенческой системой, которая бы дополняла модель РУСМОД, для того, чтобы мы могли моделировать реакции людей на изменения вот этой системы, с тем, чтобы модель была не статической, а уже динамической. Поскольку многие регионы сейчас проявляют заинтересованность в трансформации, в преобразовании системы социальной защиты и включению дополнительных параметров с учетом сложности и разнообразия вообще региональной картины Российской Федерации. Мы готовим прогнозы для Российской Федерации на 2020-2021 год, и мои коллеги уже провели серьезную работу по экономическому спаду, и уже был пересмотр наших переначальных прогнозов, там 6 до 5, 5,4%. В мае прошлого года мы провели повторный анализ на основе имеющихся данных с учетом конкретного эффекта пандемии и той политики, которая была принята в качестве реакции для смягчения последствий пандемии. Была проведена техническая работа по уточнению механизмов борьбы с бедностью и в России по усилению мер социальной защиты. Спасибо еще раз за ваше внимание. Уважаемые коллеги, я бы хотела поблагодарить Дарья Михайловича за очень интересный доклад, и особенно за соблюдение регламента. Мне кажется, получилось очень четко и структурировано изложить большое количество полученных результатов, важных результатов, и отдельно отметить важные перспективы развития этой модели. Я вижу, что в чате было достаточно большое количество вопросов по методологии, но Дарья на них отвечала. Давайте мы сейчас поступим следующим образом. У нас, наверное, есть возможность выделить 5-10 минут на вопросы, именно вопросы, не комментарии. Затем у нас будут два выступления дискуссантов, и затем уже общая дискуссия с комментариями, оценками, какими-то пожеланиями к докладчикам. Если есть вопросы, если есть какие-то вопросы, не отвеченные из чата, хотя, мне кажется, в чате все отвечено, то, пожалуйста. Добрый день. Если позволите, я задам вопрос. Меня слышно? Да, 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 слышно. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Малакустов, я работаю в счетной палате. Я не очень понял две вещи, если вы позволите, я бы хотел уточнить. Во-первых, я не очень понял, что именно вы делали с налогами, с НДС, с акцизами, поскольку в выборочных обследованиях там уже нет никаких НДС и акцизов. А во-вторых, если позволите вернуться к тому вопросу, который я задавал по поводу случайного или не случайного выбрать тех домохозяйств, которые получают или не получают детские пособия. Просто если мы выбираем случайно, то нужно рассматривать, как бы, ну, делать такое Монте-Карло исследование, но много раз выбирать, чтобы как бы в выборку попали самые разные домохозяйства. А то если мы возьмем там 25% самобедных домохозяйств, это будет одна ситуация у них, влияние на бедность. Если мы возьмем 25% самых богатых домохозяйств, это будет другая ситуация. Ну и там какие-то всевозможные промежуточные варианты тоже бывают. Вот, соответственно, я бы хотел спросить, делали вы нечто подобное или нет. Если да, то каким образом? Спасибо. Светлана, скажите, мы как? Сразу отвечаем или собираем несколько вопросов? Вас не слышно, к сожалению. Да, прошу прощения, предлагаю, да, сразу отвечать. Мне кажется, так будет проще и вам, и слушателям. Хорошо. Дарья, наверное, этот вопрос больше по вашей части. Спасибо за вопрос. Первое про налоги, да, про косвенные налоги. Да, действительно, в данных их нет, но у нас есть информация о расходах домохозяйств на различные категории, такие как одежда, обувь, питание и так далее по достаточно таким подробным, подробной разбивке в РЛМС. И таким образом, инверсионным методом мы можем восстановить размер косвенных налогов, которые платит домохозяйство НДС. И что касается акцизов, то в РЛМС также собираются данные о количестве выпитого алкоголя и сигарет. И мы также можем вот таким образом восстановить эти виды расходов и акцизы. Да, что касается второго замечания, то да, вот в случае вот этих вот вновь введенных пособий для семьи с детьми, мы предположили, что вероятность получения будет не стопроцентной, что какие-то домохозяйства не получат или не обратятся за этим пособием, или не получат в результате административных издержек. И, скажем так, это наше предположение. Оно может быть уточнено на основе данных, которые появятся позже, данных административных, о реальном количестве получателей этих выплат. Ну, что касается симуляции Монте-Карло, да, конечно, в идеале можно было бы это сделать. И мы подумаем над этим вопросом и попытаемся применить их в дальнейшем. Сейчас эта корректировка сделана случайным методом. То есть, поскольку у нас нет каких-то внешних данных, на которые мы можем опереться, чтобы сделать более точный прогноз. Поэтому мы делаем это таким вот случайным образом. надеюсь, что ответила на вопрос. Коллеги, еще есть какие-нибудь вопросы? Вот я вижу, что в чате у нас еще один вопрос про моделирование доходов от самозанятости. Если можно попросить Дарью или Михаила прокомментировать. А можно попросить Анну чуть подробнее пояснить вопрос? О каких изменениях вы говорите, Анна? Я говорю о том, вот, введение этого режима налогового особого для самозанятых, который позволяет серьезно сэкономить и на выплатах по НДФЛ, и на соцвзносах, поскольку они их не платят. Это, конечно, в региональной компетенции было введение этих налогов, но большинство из регионов вели у себя эти налоги. Да, я понял, спасибо. Нет, к сожалению, насколько я... Дарья меня поправит, если я не прав. Насколько я понимаю, вот, именно эту часть мы не смогли точно смоделировать, именно потому что у нас нет такой информации в обследовании. То есть мы самозанятые, мы считали тех, кто вот объявился самозанятым в данных, а так как данные отстают от 2020 года, то, соответственно, это может быть не совсем точно. И у меня еще тогда один вопрос, вот касается продолжения того, что сейчас обсуждалось про НДС и так далее. Вот поскольку в связи с пандемией значательная часть расчетов перешла в безналичную форму, то, соответственно, возможно, это снизило возможности для уклонения от этой формы налогов и расчета там черным налом и так далее. Вот как это могло отразиться на ваших расчетах? Я, честно сказать, не очень понял вопрос. Мы, в принципе, не моделируем уклонения от налогов. То есть мы предполагаем, что налоги платятся полностью в рамках тех правил, которые существуют. И так как никаких изменений в правилах начисления НДС, насколько нам известно, по результатам кризиса, принято не было, то в данном случае мы не моделируем эти эффекты. Если я неправильно понял, поясните, пожалуйста. Ну, в том, что как бы, когда расчеты идут в наличной форме, то, соответственно, те, с которыми мы рассчитываемся, какие-то услуги оказываются, то они, соответственно, эти НДС не выплачивают. А когда расчеты идут в безналичной форме, то, возможно, уклонение от НДС затруднено. Я не знаю, но у меня как бы вот этот эффект, который связан с изменением порядка расчетов в течение кризиса, интересует. Нет, мы это и не моделирули. Может быть, Дарья может подробнее рассказать, если в Евромоде опыт моделирования уклонения или каких-то других форм избежания налоговложения. Ну, то, как мы это моделируем, у нас есть информация в данных и РЛМС, и ВМВН, о том, является ли работник формально занятым. И такая же информация есть для самозанятых. То есть на основе вот этой информации мы либо моделируем налоги полностью, либо не моделируем совсем. К сожалению, более точно это сделать невозможно, поскольку так сформулируем вопрос в данных. Конечно, мы можем предположить, что определенный процент заработной платы может быть формальным, и какой-то процент может быть неформальным. Соответственно, вот этого мы не можем сделать за ограничение базы данных. Это стандартный подход, который используется во всех моделях Евромод, в том числе. В основном для стран Восточной Европы, конечно, потому что там эти проблемы уклонения от уплаты налогов также актуальны. Коллеги, есть у нас еще, точнее, еще вопросы? Да, можно? Да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Александр Горюнов. Я, как и Андрей Малокостов, представляю счетную палату. Более того, мы сейчас очень активно работаем в этом же направлении, тоже с ВНДНом, правда, не с РЛМС. В связи с чем у меня вопрос к Дарьи, наверное, скорее. Можно ли как-то подробнее рассказать про наукастинг и, в частности, про апдейт доходов? Потому что мы также используем ВНДН 2017 и тоже их протягиваем доходы до 2019 года. И если бы вы могли немножко поделиться подробностями, как вы это делаете, это было бы очень полезно. Да, спасибо за вопрос. У нас есть два вида компонентов доходов. Какие-то мы можем полностью смоделировать на основе законодательных правил, и поэтому у нас нет необходимости делать для них ноукастинг. они у нас уже являются актуальными на момент исследования. Тот год, который мы выбираем, мы можем сделать это на основе имеющихся данных в законодательстве и каких-то допущений о том, что определенная часть занятых и самозанятых не заплатит налоги и социальные взносы, ну и так далее. Это я, о которых мы говорили. И есть сейчас компонентов, которые не моделируются, а берутся напрямую с данных. Соответственно, это вот все компоненты рыночного дохода, такие как оплата труда, плюс это пособия, для которых нам нужна информация о занятости и о страховом стаже за длительный период времени, пенсии или какая-то другая информация, например, ЕДВ. Мы не можем это смоделировать с учетом ограничения базы данных. И поэтому для актуализации этих компонентов мы используем индексы роста доходов для каждого из этих компонентов. Это, собственно, соотношение размера этого компонента дохода в момент сбора данных и в тот момент, когда мы делаем наши прогнозные оценки. То есть это будет, скажем, если у нас данные в НДН, это данные о доходе 2016 года. То есть мы возьмем тогда, мы рассчитаем такой индекс по данным Росстата и будем, соответственно, корректировать на этот индекс исходной данной. Понятно. Спасибо большое. Коллеги, еще буквально там один-два вопроса, если есть такая необходимость. Если вопросов нет, то я предлагаю перейти к выступлению дискуссантов. И первый дискуссант у нас сегодня Владимир Ефимович Компельсон, с удовольствием передаю ему слово. Владимир Ефимович, звук. Спасибо. А можно отключить презентацию? И мне получить право. Оно у вас есть. Есть, да? Сейчас, извините, я чего-то потерял в презентацию. Сейчас я ее найду. Ну, я не знаю. Так, у меня сейчас, я ищу, она у меня на столе, но я ее почему-то не вижу. Если хотите, я могу ее запустить. Сейчас посмотрим еще раз. Ну, давайте, Оль, запустите ее. Почему-то ее... Ее почему-то... А, ну, я ее... Так, теперь видно, да? Все. Вы мне просто говорите, когда следующий слайд, я буду переключать. Так, хорошо. Уважаемые коллеги и друзья, прежде всего, спасибо организаторам за приглашение, за возможность выступить. Большое спасибо коллективу авторов. Мне кажется, они сделали интересную работу. Учитывая, что мы находимся в такой ситуации, когда мы очень мало знаем все еще про вирус и, возможно, еще меньше знаем, что происходит с доходами и рынком труда в этих условиях. Любая попытка принести какое-то знание и предложить новые оценки, мне кажется, это очень важно и очень полезно. Значит, следующий слайд. Да. Когда мы говорим про доходы, то, естественно, первый вопрос о том, что происходит с трудовыми доходами, которые являются основной частью доходов в домохозяйстве. И здесь я уже сказал, мы находимся в сложной ситуации, поскольку статистика запаздывает, но та статистика, которая у нас есть, которая собирается Росстатом, она не дает полной картины. Я повторю тезис, который я повторяю все время. Практически у нас нет статистики заработной планы. Какие-то элементы ее появились в НДН. Слава богу, что у нас есть РЛМС. Но те показатели заработной платы, которые дают Росстат регулярно, они сильно смещены и обладают многими недостатками. И я не буду об этом сейчас говорить. Что вызвал с точки зрения рынка труда кризис? Прежде всего, масштабное недоиспользование рабочей силы. И оно, с одной стороны, ожидалось в виде роста безработицы, с другой стороны, через сокращение отработанного рабочего времени, которое привело к падению трудовых доходов. Падение трудовых доходов ведет к росту бедности и нерависти. Ну а кроме того, создает большую неопределенность для всех участников рынка труда. Эти эффекты во всех странах. Здесь Россия никаким образом не уникальна, но они могут проявляться по-разному. Где-то больше время пострадало, где-то чуть больше выросло безработица, но механизмы одни и те же. И первое, к чему все обращаются, когда говорят об эффектах ковида для рынка труда, это, конечно, безработица. Статистика в силу разных обстоятельств может его недооценивать. Но поскольку кризис специфический, это не обычный кризис спроса, это кризис предложения, то в общем оснований полагать, что рост безработицы как основной формы недоиспользования рабочей силы будет большим, мне кажется, что оснований нет. Следующий слой. Дальше я вернусь к вопросу про безработицы, но если говорить в целом, для кого этот кризис оказывается с точки зрения трудовых доходов наиболее опасным, то есть, другими словами, кто находится под ударом, это определенные группы населения. Очень сильная асимметрия. То есть, какие-то группы населения могли выиграть, но представим себе бюджетники или госслужащие, семьи с детьми, бюджетников или госслужащих, которые не потеряли в зарплате, которым не грозит безработица, но которые при этом получили еще и выплаты на детей. Но ряд групп, они находятся, ряд категорий находятся под сильным ударом. Значит, прежде всего это молодежь, самозанятые, занятые в малом бизнесе, занятые на временной работе, малообразованные, низкоквалифицированные, определенные сектора экономики, прежде всего в услугах выпускники этого года, выходящие на рынок труда, неформальные работники, мигранты. И когда есть сочетание этих признаков, значит, риск выше. Но вот это те, кто прежде всего оказался в этой ситуации под ударом. Следующий слайд. Ну, вот я уже сказал, что поскольку кризис предложения, то прежде всего поддержка должна быть направлена на то, чтобы это предложение поддерживать, помогать бизнесу, выживание и сохранение человеческого капитала. Ну, в общем, более-менее так и делалось, хотя о масштабах этой поддержки можно спорить. Следующий слайд. Теперь вернемся к безработице. К сожалению, из существующей статистики понять, какая безработица, довольно сложно. Мы всегда полагаемся прежде всего на показатели общей безработицы, которые должны рассчитывать согласно определению Международной организации труда. Мы видим, что безработица согласно Росстату выросла до 6,4%. В последнем отчете Росстата небольшое снижение, кажется, до 6,3%. Но, с одной стороны, это не очень большой рост безработицы, примерно меньше, чем на 2% пункта, хотя это больше, чем рост безработицы в большинстве европейских стран, где он составлял примерно 1-1,5% пункта. Проблема, однако, возникает в связи с тем, что текущая методология измерения в силу принятых и принимаемых противоэдемиологических ограничений оказывается плохо сопоставима с той стандартной методологией, которая использовалась до ковидной времени. Это заключается в том, что Росстат, проводящий обследование рабочей силы, был вынужден перейти на телефонный опрос, в связи с этим упростить анкету, возникли сложности с выборкой. В результате мы не знаем, мы просто не знаем, насколько новые показатели безработицы, вот в ковидные времена, они сопоставимы с тем, что было до ковида, и мы можем верить тому, что есть, но при этом должны понимать, что есть основания полагать существование некоторых смещений. Что касается регистрируемой безработицы, которая всегда отставала от… Исчезла презентация. Да, исчезла презентация. Сейчас вернут, Владимир Ефимович. Вернут, хорошо. Владимир Ефимович, пока возвращают презентацию, а в 2009 году у нас был больше рост безработицы? Моя вдруг вылезла. Поэтому я думаю, что теперь я вернусь к своей презентации. Вот. Я прошу прощения, Леня Николаевна, какой вопрос? Я, пока вы говорили про безработицу, что она не очень большая, извините, что перебила вас, но думала паузу заполнил. В 2009 году был больше рост безработицы? Да, был больше. Был больше. Значит, особенностью российской безработицы всегда был большой разрыв между регистрируемой безработицей и безработицей, которая определяется обследованиями. И разрыв между ними всегда составлял 4-6 раз, в среднем, наверное, 4-5 раз. И это определялось прежде всего низким пособием, отсутствием стимулов к регистрации. И в этой ситуации, в ситуации с ковидом, пособие было повышено, доступ к нему облегчен. И это, безусловно, стало одним из факторов, стимулировавших регистрацию. И в результате регистрируемая безработица выросла в 5 раз. В любом случае, уровень безработицы остается умеренным. При отсутствии новых ограничений он, по-видимому, будет снижаться. Но какой он, на мой взгляд, мы не можем оценить. Вот на этом слайде верхняя синяя линия, она показывает общую безработицу по методологии мод. И вот оранжевая линия, которая идет внизу, она показывает регистрируемую безработицу. Мы видим, что до марта между ними огромный разрыв. Здесь в миллионах человек. А потом они резко сближаются. И вместо пятикратного разрыва разрыв становится очень незначительным, что-то такое 1,3 раза. И вот желтая линия, которая идет из верхнего левого угла вот так вниз плавно в правый нижний, она показывает соотношение по правой оси. И возникает вопрос, либо регистрируемая безработица, она абсорбировала в себя всю безработицу, которая была в общей, либо значительная часть общей безработицы в силу обстоятельств, связанных с методологией, и не только с ними, оказалась вне радаров этого инструментария, вне радаров Росстата. Тогда она выше. Ну, а надо сказать, что кроме методологических проблем, связанных с измерением, связанных с тем, как работают старые инструменты в новых условиях, с их модификацией, есть и проблемы, связанные с изменением самого поискового поведения людей в условиях ограничений противоэпидемиологических. Я напомню, что безработный – это человек, который не работает, который ищет активно и который готов приступить. Понятно, что в условиях ограничений потерять работу несложно, но искать работу может быть сложно, приступить может быть сложно, а при невыполнении даже одного из этих трех параметров, трех условий, индивид не считается безработным. И вот это вот ситуация, которая характерна для эпохи пандемии, наверное, не только для России, наверное, для всех стран, но в данном случае мы говорим про Россию, и вот эти вопросы, они возникают. Теперь от безработицы перейдем к вопросу о трудовых годоходах. Что с ними произошло? Я это называю пришедшей сегментацией ковидом, потому что фактически вся экономика разделилась на два сегмента. Один сегмент, который пострадал, другой сегмент, который не пострадал. Но удивительное дело, что то, что видит Росстат в текущем режиме, более-менее видит, это тот сегмент, который не пострадал. А что он видит очень плохо или почти не видит, я повторяю, в текущем режиме, потому что через какое-то время появятся данные, которые нам позволят говорить о втором сегменте, то вот как раз то, что он не видит, вот там основные потери есть. Значит, основные потери, как мы понимаем и как мы ожидаем, они в секторе малых предприятий самозанятости. В июне месяц, в мае и июне, наш центр провел два обследования. Одно обследование было через интернет сделано, второе обследование было телефонное, по всероссийским выборкам. Естественно, при таких технологиях не исключены смещения, хотя, несмотря на то, что технологии были разные, цифры оказались довольно близки. И вот, значит, июньский опрос, он нам сказал о том, что за апрель-май 53% среди сохранивших работу отметили, что у них не изменились доходы, а 6% даже отметили, что доходы увеличились. Трудовые доходы, речь идет о том. Но оставшиеся отмечали очень большие потери. Значит, каждый пятый отметил, что у него от 5 до 25% потери, 8% на 50%, более чем каждый, 12%, то есть это что, каждый восьмой или каждый девятый, отметил, что потери доходов больше, чем на 50%. То есть каждый пятый потерял более чем четверть дохода. Возникает вопрос, а кто это такие? Можем ли мы как-то этих людей идентифицировать? Ну, мы можем идентифицировать, но мы видим, как это связано с теми или иными характеристиками людей. Но интересно, что когда мы это в регрессионном фреймворке рассматриваем, то демографические характеристики или индивидуальные характеристики вообще не имеют значения. Вот кто ты – не важно. Важно, в каком секторе ты работаешь, какая у тебя профессия и какой населенный пункт. Если ты живешь в крупном населенном пункте, у тебя профессия связана с сектором услуг, и ты работаешь в секторе услуг, значит, ты жертва. А мужчина, женщина, молодой, немолодой, есть дети, нет детей, образованный, не образованный – это все оказывается незначимо. Значит, вот я возвращаюсь к вопросу о занятости и о доходах. Вот вся занятость у нас, вот первый столбец – это примерно 71-72 миллиона человек. Мы знаем, сколько работают в юридических лицах, в корпоративном секторе, сколько из них на крупных средних предприятиях. И вот это, ну, понятно, что крупные и средние предприятия – часть корпоративного сектора, а разница – это в основном малые предприятия. И здесь мы что-то видим. Вот я говорил о том, что Росстат с одной стороны улицы видит, а с другой стороны улицы он не видит. Вот это находится более-менее на освещенной стороне улицы. А то, что вне крупных и средних предприятий, или вне организаций, тем более, это, видимо, очень плохо. А кто это такие? А это вот прежде всего те сектора, которые пострадали. Значит, синие столбики – это вне крупных и средних, то есть весь некорпоративный сектор, плюс малые предприятия. Оранжевые столбики – это некорпоративный сектор, то есть это индивидуальные предприниматели, самозанятые, люди, которые работают у других физических лиц, которые работают у индивидуальных предпринимателей. И вот в этих выбранных, наиболее пострадавших секторах здесь показаны численности занятых. И мы видим, что они очень большие. Но это не значит, что эти люди потеряли зарплаты, потеряли занятость, хотя, наверное, многие потеряли занятость. Вопрос в том, как я говорил, как мы это можем ухватить. Но они потенциальные потерятели, если так можно сказать, дохода. Значит, вот текущая статистика Росстата, я уже тоже об этом говорил, она очень плохо это все показывает на индивидуальном уровне. Вот цифры из последних статистических выпусков. Значит, данные о заработной плате, реальная заработная плата, месяц к месяцу прошлого года, красная линия. Мы видим падение, вот оно. Мы видим падение, но оно относительно небольшое. Если же мы посмотрим, что происходило с товарооборотом, то вот оно, падение гораздо больше. И динамика реальных доходов семей, она очень близка к динамике товарооборотов. Но это означает, что тот невидимый сегмент, пока невидимый сегмент, занятых для Росстата, он как раз и понес основные потери, потому что здесь, когда мы говорим про товарооборот, платные услуги, то это относится к всеми манья, к индивидам. Вот недавно было опубликовано такое вот исследование. Я не проверял сам цифры. Оно было сделано на базе налоговой статистики. Отмечается в нем, что во втором квартале 2020 года работающее население России недосчиталось 841 миллиард рублей доходов, что соответствует 16 миллионам среднемесячных зарплат. И сокращение фонда оплаты труда произошло в основном не из-за увольнений, а в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. То есть речь идет о том, что потери трудовых доходов, они связаны не с недоиспользованием рабочей силы в виде безработицы, а с недоиспользованием рабочей силы в виде сокращения рабочего времени. Что впереди, что ждет? Ну, мне кажется, большая неопределенность. Пандемия никуда не отошла, не исчезла. Можно то, что происходит, называть второй волной, можно считать продолжением первой волны. Это не имеет значения. Сколько все это будет длиться, мы не знаем. Насколько будут эффективны вакцины, и когда они появятся для массовой вакцинации, мы не знаем. Но при отсутствии новых карантинных мер, по-видимому, будет постепенное снижение уже имеющейся безработицы и восстановление доходов, не восстановление, но движение к тому уровню доходов, которые были до ковиды. Вот то, что мы понимаем. Но есть еще и другая вещь, что пандемия, она повлияла на наши предпочтения и на наши потребительские поведения. И мы не знаем, эти изменения, они останутся навсегда, они как-то закрепятся, или как только пандемия уйдет, мы будем так же, как и раньше, летать на самолетах, мы будем так же, как и раньше, ходить на массовые развлечения, мы будем так же потреблять услуги, как раньше, или как-то по-другому. И вот эти изменения в потребительском поведении, в предпочтениях, которые очень трудно прогнозировать, они добавляют в общую неопределенность. Ну и, конечно, то обстоятельство, что статистика явно не приспособлена к вызовам типа нынешнего, и она освещает одну сторону улицы, но плохо, практически, не освещает другую, это тоже осложняет и анализ, и принятие, формулировку мер политики. Наверное, статистика никогда одинаково все не освещала, но в данной ситуации этот контраст еще более очевиден, чем раньше, и, наверное, цена этого контраста тоже выше. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо. Владимир Ефимович, большое спасибо за выступление. Мне кажется, получился даже не развернутый комментарий, а скорее дополняющий доклад, который во многом раскрывает те механизмы динамики доходов, о которых шла речь в основном докладе. Я бы тоже хотела сказать несколько слов. К сожалению, мне кажется, очевидно, что оценка последствий пандемии, и не только самих последствий, но и реакция на нее со стороны государства еще достаточно долго будет в центре внимания исследователей. Тут еще очень много вопросов, о которых нам придется говорить. И сегодня я видела в чате, что было много методологических вопросов о том, как моделировать доходы, как моделировать эффект разных мер, как моделировать обращение населения за этими мерами. Но я в данном случае хотела бы чуть больше акцентировать те тенденции, которые нам показывают результаты первого доклада. А здесь есть достаточно много важных, интересных выводов с точки зрения бедности и неравенства, ключевых проблем, о которых мы всегда говорим. И выводы, которые я увидела, они скорее такие сдержанно-позитивные. То есть, во-первых, мы видим, что меры эффективны для беднейших групп. То есть предпринятые меры позволили избежать ситуационной бедности для какой-то части населения. То, что нижние 40% могут в результате кризиса даже выиграть по сравнению с остальным населением, насколько я помню, это как раз один из критериев, которые Всемирный банк использует для оценки динамики неравенства. То есть улучшение положения нижних процентов, 40% населения. На общем фоне это как раз индикатор сокращения неравенства. В данном случае можно говорить о том, что кризис неравенства в некоторой степени сглайн. Еще один момент, что выгодоприобретателям являются семьи с детьми, что действительно интуитивно понятно и очевидно, но об этой группе мы всегда говорим, когда говорим про бедность. И это тоже достаточно важно. Здесь, конечно, важно учитывать и тот факт, что велика роль и ситуационных мер, которые связаны с пандемией, которые связаны с последним сценарием, о котором нам коллеги рассказывали, и вопрос, что будет дальше с этой группой, он остается открытым. Опять же, говоря про последствия кризиса для неравенства, мы видим по полученным результатам, что остро выраженное в России региональное неравенство, остро выраженное в России поселенческое неравенство тоже сглаживаются под влиянием и кризисных мер, и реакции государства на них. То есть, вот еще раз повторюсь, результаты с точки зрения бедности и неравенства можно назвать не негативными, а скорее такими сдержанно-позитивными, нейтральными. Но понятно, что сама проблема бедности и неравенства, в контексте пандемии, она шире. Во-первых, если говорить только о доходах, даже только о монетарной бедности, то важно, что велика не только сама группа бедных, но и группа малообеспеченных, с неустойчивыми, нестабильными доходами, которые находятся около линии прожиточного минимума. Очень важно, что будет дальше происходить с ними. В этой связи как раз интересны результаты, которые коллеги показывали о втором-четвертом децелях, потому что вот их судьба, она тоже очень важна и для общей социальной структуры России, для структуры по доходам, и о том, что мы увидим дальше с точки зрения общества, его доходной статификации. Еще один важный сюжет – это относительная бедность, потому что мы все знаем, что многие исследования показывают, что ее представители во многом попадают из поля зрения социальной политики, причем это касается и монетарной версии относительной бедности, и немонетарной версии относительной бедности. И, возможно, опять же, относительная бедность была частично сглажена ситуационными мерами поддержки, в частности, поддержками меры семей с детьми. Но, опять же, поскольку это меры ситуационные, насколько стабилен, насколько устойчив этот эффект, это вопрос, который, как мне кажется, достаточно интересен для дальнейшего рассмотрения, дальнейшего исследования. И вообще вопрос о том, как кризис сказался на относительной бедности, и особенно не монетарный, тоже открыт и тоже очень интересен. Еще один интересный момент, на который мне бы лично хотелось обратить внимание, это о влиянии кризиса в меньшей степени, о том, что кризис в целом повлиял в меньшей степени на нижнюю часть распределения, чем на среднюю и верхнюю часть распределения. Такой достаточно важный момент, но мне бы как раз хотелось дополнить, что вот это влияние в меньшей степени на нижнюю часть распределения проявляется не только в доходах, но и в общей специфике положения, низов, серединки и верхов, и ситуации на рынке труда, и социальной защищенности. По опыту прошлых кризисов, например, наших исследований, мы видим, что для низа ухудшение социально-экономического положения может означать количественные изменения, то есть количественные ухудшения и так достаточно неблагополучного положения. Но для середины и более благополучных слоев такие изменения масштабные могут приводить к качественным изменениям в их положении, и в качестве, и в образе жизни, и в том же положении на рынке труда. А это очень важно для того вектора выхода из кризиса, который будет возможен для страны, потому что это будет определять доступные для них стратегии адаптации, а у них как раз есть возможный спектр выбора разных стратегий, и готовность к самостоятельным действиям и так далее. И вот эта ситуация в какой-то степени, ну, неопределенность этой ситуации, то, что мы не совсем пока еще понимаем, как последствия, не монетарные последствия кризиса распределились по населению, и что они могут как раз быть распределены непрогрессивно. Это усугубляется и тем, о чем говорил Владимир Ефимович, что для устойчивости на рынке труда оказываются важные факторы, которые не зависят от самого индивида, да, то есть важен сектор, важен тип поселения, а не индивидуальные действия. То есть мне кажется, что вот это тоже такой достаточно интересный момент, который интересно вот посмотреть, что там важно, даже не то, что интересно, а важно для понимания дальнейшего направления развития страны, посмотреть, что происходит с точки зрения распределения гневмонитарных последствий кризиса, и с точки зрения тех возможностей, которые у населения, не только бедного, но и тех, кто находится в середине, условности среднего класса, есть для того, чтобы из этого положения каким-то образом выбираться самостоятельно, то есть доступные для них ресурсы адаптации на пересечении с тем, что кризис мог оказать на них достаточно сильное влияние с точки зрения не просто доходов, но и каких-то качественных изменений в их положении, вот в частности в социальной защищенности на рынке труда, в балансе между ними и работодателями и так далее. Ну и безусловно, в целом можно ожидать под влиянием кризиса, можно ожидать изменений в системе гневмонитарных неравенств, которые, опять же, могут быть распределены неоднородно, то есть в каких-то аспектах неравенство, как и доходное неравенство, может сокращаться, но сокращаться оно может, опять же, вот как показывают наши исследования по опыту предыдущих кризисов, сокращаться оно может за счет того, что положение среднего класса, средних слоев среднего класса может сближаться с положением нижних слоев населения, да, то есть вот неравенство может сокращаться, но не совсем отвечая запросам населения. Пока по нашим, а благополучные группы, наоборот, могут отрываться все дальше, то есть вот неравномерность, как бы не только изменения в самом неравенстве, данного распределения по населению, это тоже достаточно важный, интересный момент. И пока вот по нашим данным, например, мы видим, что тоже это вполне интуитивно понятно, но мы это уже увидели на вот первых данных опросов, которые мы получили, что очень сильно актуализировалась проблема неравного доступа к медицинской помощи, причем не только среди неблагополучных слоев населения. Это понятно, но это показывает актуализацию такой достаточно традиционной для общества болевой точки, также изменения отношения к неравенству на рынке труда, отношения к неравенству к доступу к хорошим рабочим местам тоже становятся еще более актуализированы для населения. Тут действительно важно сказать, что в еще более широком контексте все это относится к представлениям населения, к таким элементам справедливого общества, а это возвращает нас к вопросу и ожидания от государства, и социальной напряженности, и к вопросу пересмотра общественного договора, о котором мы тоже уже достаточно давно говорили, но, возможно, это как бы дополнительный стимул к тому, чтобы он все-таки произошел. И также ставит вопрос о долгосрочных мерах и общем векторе развития социально-экономической политики, то есть не только ситуационных мерах, но и мерах по выходу из кризиса, но и общем векторе развития социально-экономической политики дальше. Так что впереди еще достаточно много вопросов о влиянии кризиса, о его последствиях, об ответе государства, о возможностях населения в этих условиях каким-то образом функционировать. Но, безусловно, надо начинать с базовых оценок универсальных показателей, и мне кажется, что в этом смысле вот та оценка эффектов пандемии и реакция на нее государства, в смысле проводимой социальной и налоговой политики, на распределение доходов и бедности, это такая ключевая стартовая точка. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить докладчиков за очень интересный доклад, за очень интересные результаты, и мне кажется, актуальность публикации на русском, вот о чем говорил Михаил, она достаточно высока, было бы очень здорово, если бы получилось это сделать. Большое спасибо. Спасибо, Светлана, большое. Коллеги, у нас есть время для общей дискуссии. Есть ли желающие задать вопросы еще или выступить с комментариями? И у меня просьба, поднимайте руку, там есть возможность у вас нажать значок «поднять руку». Так, ну вот я вижу Сергея Николаевича, который поднял руку в экране, и вот прошу дальше, да, вот я вижу Михаил дальше, да, Сергей Николаевич, потом Михаил Матис. Я могу уступить, потому что я уже пришел, да. И у меня на самом деле вопрос, наверное, или соображения какие-то относительно Владимира Ефимовича, да. Володь, я с большим удовольствием посмотрел на твои графики, да, вот, особенно по потребительскому рынку. Так сложилось, не знаю, тут есть Алина или нет, Алина Игоревна Пешняк. Я только что сделал статейку как раз про потребительский рынок. И понятно, вот этот апрель, который ты показал, вот этот дикий провал, но мне кажется, Володь, просто вот порассуждать на тему, а, собственно говоря, что повлияло. Это реально падение доходов и к какой степени падение доходов на это повлияло? Или это карантинные меры? Что было ведущим фактором? Вот, собственно говоря, у меня ответа на это нет пока, да. Но мне кажется все-таки, что в первую очередь это были административные ограничения. Потому что если посмотреть на структуру вот этого падения, то в первую очередь понятно, это бытовые услуги, в первую очередь. И в меньшей степени то же самое продовольствие. И в дикой степени это падение автомобильного рынка. Тоже абсолютно все понятно, народ сидел на самоизоляции и так далее. В какой мере это было связано с доходами? Это, на мой взгляд, пока не очень понятно. Ну и потом постепенное восстановление, очень плавное, очень медленное, да. И по-прежнему мы на прежние объемы не вышли. Вот этот вопрос, который меня занимает, и, по-моему, это действительно заслуживает дальнейших, уважаемые коллеги, ваших исследований. Теперь следующий вопрос, Владимир Ильич, но это, наверное, уже не столько к вам, сколько вообще просто поразмышлять. Вот когда мы говорим о зарплате, да, и ты, по-моему, оговорился там о том, что речь идет в первую очередь о доходах от занятости. Но давайте посмотрим, и тут у меня, может быть, к Светлане Мариевой тоже некий вопрос, когда вы говорили о дифференциации доходов. А давайте посмотрим, что происходит со вкладами населения. Насколько падение или резкое сокращение ключевой ставки Центробанка повлияло на доходы, ну, я не знаю, ну, как минимум среднего класса, имеющего вклады в банках. По сравнению с прошлым годом, когда ставки по депозитам упали на 70-75%, ну, вы знаете, по-моему, это достаточно серьезный удар по среднему классу. В какой степени удалось компенсировать вот это падение в доходах введением вот этих новых инструментов, относительно новых инструментов, облигаций федерального займа для населения, индивидуальных инвестиционных счетов? Насколько все переместилось и смогло компенсировать потери в доходах вот этих самых роялти, да? Ну, мне кажется, это тоже имеет смысл посмотреть, в какой степени это повлияло на снижение или не повлияло на систему, на структуру распределения доходов. Наверное, вот так вот. И еще один вопрос, связанный как раз с теми видами доходов, которые мы рассматриваем. Ну, те же самые индивидуальные предприниматели, когда мы говорим, что их доходы резко сократились, но мы ни разу, по-моему, я прошу прощения, если я, ну, опять же, позже пришел и не услышал про тот самый налоговый капитал, который получили индивидуальные предприниматели. Ну, вот это самая отмена уплаты имя налогов за 2019 год, как раз когда возникла вот этот самый сюжет с карантинными мерами, с этой нерабочей неделей и так далее. Тогда все это было оперативно принято и к июню месяца, когда стали восстанавливаться все же самые парикмахерские и так далее, люди, которые были индивидуальными предпринимателями, ну, в принципе, по моим, так сказать, общениям на эту тему бытовым, они как раз сказали, что это им очень помогло и в доходах они практически не потеряли. Я понимаю, что если бы этот налоговый капитал, да, был распространен, ну, два месяца действовал, да, а дальше была бы та же самая изоляция, понятно, что они в доходах потеряли. Ну, вот эти два-два с половиной месяца им удалось продержаться без особых потерь, наверное, в доходах. И еще один момент, то, что абсолютно безграмотно называется у нас прогрессивной шкалой налога на доходы физических лиц, никакая это не подоходная шкала, и я удивлен, что президенту, собственно говоря, никто не сказал, что это на самом деле целевой сбор с тех, у кого годовой доход там больше пяти миллионов рублей. Ну, извините, НДФЛ у нас по налоговому кодексу, он у нас уходит в региональные и местные бюджеты, и никаких там детей с орфанными заболеваниями нет. Это просто налог, ну, как, я не знаю, таможенный сбор какой-то, если хотите, налог на наследство, все что угодно, да, но это никоим образом не НДФЛ. Но, опять же, насколько это повлияло, 60 миллиардов, поправьте меня, если я ошибаюсь, насколько это сильно повлияло, или это действительно был очень маленький вот тот самый комарийный укус, которыми наше замечательное государство, значит, укусило тех, кого оно считает богатыми. Ну, вот, наверное, какие-то такие, может быть, немножко сумбурные соображения, но то, что меня вот сейчас занимает. Спасибо вам большое, Владимир Ефимович, не обязательно отвечайте, и я надеюсь, никого не обидел своими репликами. Спасибо. Сергей Николаевич, спасибо большое. Коллеги, я прошу прощения, может быть, тогда мы немножко аккумулируем вопросы, потому что у меня есть два, как минимум, записавшихся, которые попросили дать слово. Первый Лилия Николаевна Вчарова, и потом Руслан Емцов. Лилия Николаевна. Спасибо большое, Оксана Вячеславовна. Ну, я, уважаемых, во-первых, приветствую всех и очень рада, что у нас сегодня состоялся такой интересный, содержательный семинар, который нам дает, как бы, ставит перед нами вопросы, о которых нужно подумать. Я, к сожалению, должна буду через 10 минут уйти, поэтому попросила Оксану Вячеславовну дать мне слово сейчас, но не столько для того, чтобы произносить какие-то заключительные речи, а все-таки задать вопросы и сконцентрироваться на двух вопросах. Я думаю, что то, что вот ковид нам много чего еще, вернее, мы еще долго будем исследовать то, что произошло, и два вопроса, на которые я сегодня хотела бы поставить. Может быть, у нас есть на них ответы, а может быть, и нет. Первый он, ну, можно сказать, скорее всего, касается того, о чем говорил Владимир Ефимович, это вопрос о том, какие последствия будут в связи с тем, что значительная часть населения ушла работать на дистанционную работу. Вот это на самом деле, как бы, мы знаем, что этот процесс очень долго сдерживался, очень многие работодатели были негативно настроены к нему, сейчас они с ним были вынуждены войти в дистанционную работу. И, ну, по крайней мере, я точно понимаю, что у нас в университете есть такое ощущение, что оценка работника со стороны работодателя на понимании того, кто хорошо работает, а кто плохо, она изменилась у руководителей. И является ли это таким, скажем так, каким-то элементом структурной безработицы или, может, какой-то другой, вернее, сигналом к структурной безработице, которая заставит работодателей пересмотреть отношение к работникам. А может, это на самом деле станет эффектом не структурной, а циклической безработицы, потому что приведет к высвобождению большого или не очень большого количества людей. А может, мы все это переварим, потому что точно, скорее всего, будет отскок какой-то после того, когда всех привьют и перестанут люди бояться общаться с друг с другом. И мы, скажем так, увидим, что на самом деле все эффекты, связанные с дистанционной работой, они преувеличены. Второй вопрос, который является для меня пока загадкой, он, наверное, к тому, что коллеги говорили, и к тому, что и Светлана, и Владимир Ефимович говорили. Это вот данные, которые у меня сейчас перед глазами по НДФЛ. Вот Владимир Ефимович, мы тут с ним недавно общались, по другому сюжету относительно того, что хорошо бы это посмотреть. Я попросила коллег дать мне эти данные. Более того, нырнула в налоговую инспекцию за данными по сентябрю. Они еще не совсем официальные, они тоже с этим разбираются. Но на самом деле сентябрь этого года к сентябрю прошлого прирост на ДФЛ 13%. То есть это говорит о том, что налогооблагаемый фонд оплаты труда увеличился на 13%. Что это за история такая? Я пока не нахожу ей объяснения, кроме, может быть, одного сюжета. Что все-таки, ну, как бы мы понимаем, что к поддержке малого и среднего бизнеса у нас имеют доступ строго определенные люди. Мы понимаем, что фильтрация проходит, в конце концов, до того, что когда деньги доходят до конкретных предпринимателей или малых бизнесменов, то это достаточно узкий круг людей, которые получают доступ к этой поддержке. Возможно, в данном случае сработал эффект того, что использовали вот те меры по поддержке бизнеса, которые были предложены для того, чтобы легализовать частично неформальную занятость, которая была. Может, что-то другое. У меня пока других мыслей, честно говоря, нет на эту тему. Но я понимаю, что тут есть немножко инфляции, но все-таки 13% это достаточно много. Поэтому, если у кого-то вот есть комментарии по этим вопросам, буду очень рада их услышать. А может быть, мы вернемся к обсуждению этих вопросов на других наших заседаниях семинара, потому что я думаю, что мы еще ковид не подняли, Оксана Вячеславовна, полностью. И еще как бы вот коллегам хочу сказать спасибо. Я думаю, что он не подъемен, к сожалению. Да, но это будет достаточно долго давать информацию для наших исследований во всех отношениях, которые есть. В частности, еще один сюжет, который, в общем, тревожит тех, кто следят за социальным самочувствием, что падение в сентябре социального самочувствия гораздо хуже, и началось оно до ковида, нежели это было вот в период, скажем так, того, когда мы с этим столкнулись. Или тогда просто от испуга не успели еще расстроиться, или, значит, что-то другое произошло еще в сентябре. Еще раз хочу сказать, что это не связано. То есть эти результаты получены до того, когда начался рост числа заболевших. Поэтому вот есть еще что поисследовать, и есть еще какие выводы здесь делать. Но повторяю, что благодарна коллегам, которые озвучили сегодня свои материалы, потому что есть оценки влияния на бедность Росстата, полученные по методике Росстата. Коллеги правильно говорят, что, судя по всему, они плохо эти результаты учитывают тот сегмент, где произошли максимальные изменения. И поэтому то, что сегодня озвучено по итогам второго квартала, это достаточно оптимистичная оценка. Поэтому думаю, что на этом я закончу. Но хочу поблагодарить, если не получится в конце сказать заключительные слова, не смогу задержаться, докладчиков и дискуссантов, участников семинара за тот интересный разговор, который у нас сегодня состоялся. Спасибо, Оксана Вячеславовна. Спасибо, Лилия Николаевна. Я бы хотела предоставить слово Руслану Янцову, а потом, наверное, мы дадим возможность докладчикам и дискуссантам, которым задавали вопросы, ответить. И я видела, что помимо этого Анна Лукьянова и Михаил Матецин поднимали руку для дискуссии. Но вот предлагаю сделать такой порядок. Руслан, потом возможность ответить, чтобы не накапливать слишком много комментариев и вопросов. Спасибо большое, Оксана Вячеславовна. Спасибо за приглашение на семинар. И спасибо докладчикам и выступающим всем. Очень содержательное, очень богатое выступление. Я хотел бы, как человек, по долгу обязанностей, занимающимся похожей работой в целом ряде стран, сказать несколько слов о методологии, об особенностях того же доклада, который мы сегодня выслушали. Методология, которую команда Сэма, Миша и Даша использовали, она, пожалуй, одна из самых продвинутых в мире. К сожалению, в большинстве стран мира мы не можем сделать ничего подобного. То есть российская аудитория, российские специалисты должны понимать, что вот такие результаты являются во многом уникальными и являются одним из наиболее продвинутых того, что вот сейчас наука предложить может. Поэтому большое спасибо за такую работу, за уникальные такие вот результаты и большое спасибо за то, что судокладчики и дискуссанты увидели в этом действительно большой вклад в наши дискуссии. Я бы хотел остановиться на эмпирике, которая чрезвычайно богатая, и слайды, которые представлены, и сам доклад, они содержат очень большой материал для размышления. Владимир Ефимович начал размышлять на эту тему, я продолжу. И хотел бы затронуть три пункта основных. Одно из таких выводов, которые напрашиваются из этого исследования и на которых обратила внимание Светлана, заключается в том, что вот комбинация кризиса и ответных мер оказала такое прогрессивное воздействие, снизила неравенство и, возможно, привела к снижению бедности. Я бы хотел поспорить с этим и обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, большинство из мер, которые представлены и моделированы, и в презентации, если посмотреть внимательно, об этом сказано, и в докладе тоже, они были концептуализированы или что ли придуманы до кризиса. И шли в основном в русле того развития социальной политики, которое было принято еще до кризиса. И к которому приложила рука, я думаю, высшая школа экономики тоже. И эти меры направлены на переориентацию системы социальной защиты на семьи с детьми. Мы знаем, что семьи с детьми отличаются повышенными рисками бедности. И вот при принятии большинства мер, которые были приняты, ориентированы на эти семьи. Ничего нового здесь нет, ничего специфически кризисного здесь тоже нет. Это как бы продолжение тех процессов, которые шли в реформе политики. Помогла сильно тоже и ориентация мер на безработных, увеличение пособий по безработице. Опять-таки, ничего нового в этом нет. И я думаю, эксперты давно уже говорили о том, что это группа, отличающаяся повышенными рисками бедности. То есть я бы не представлял в целом этот результат, такое прогрессивное влияние, снижение бедности, как супер, что ли, глубокое понимание кризиса, его последствий и супертаргетированной реакции. Скорее, нет. Во-вторых, очень важно здесь обратить внимание на то, что большинство из пакета мер направлены на меры с детьми. Светлана уже сказала, на семьи с детьми. Светлана уже сказала, что важно смотреть на много аспектные вопросы измерения бедности, не только концентрироваться на доходах. Мы знаем, что дети, особенно дети школьного возраста, это одна из групп, которая сильно была затронута кризисом. И накопление человеческого капитала в ходе вот этих изменений при прерванного учебного года и так далее, оно приведет и привело уже к долгосрочным последствиям. Мы это не мерим в наших простых мерах бедности, когда мы смотрим на текущие доходы. Я бы хотел обратить внимание докладчиков на то, что об этом следует сказать, и, наверное, на это следует нацелить будущую работу. Не обязательно тем, кто это делает. Я думаю, что и у Миши, и у Даши достаточно большая программа работы. Но высшая школа экономика, которая очень серьезно относится к проблемам человеческого капитала, наверное, должна подумать серьезно, как этот аспект принять во внимание. Третий комментарий – это комментарии о результате, о прогрессивности. Если вот мы посмотрим на 19-й и 20-й слайд и на серию графиков, которые там есть, то мы увидим, что во многом вот такая прогрессивность связана с предпосылками или с теми допущениями, которые команда сделала. Если мы посмотрим на эксперимент Б, то мы увидим, что большая часть регионов находится примерно в одинаковом положении, испытывают снижение на 4% доходов. А вот остроту кризиса, которая наблюдается в больших центрах Москва, Санкт-Петербург, в других крупных городах, она связана с предпосылками, которые команда сделала, о том, что вот кризис проявится в этих крупных центрах. Они будут затронуты больше всего. И если мы посмотрим на оси здесь, то мы увидим, что вот именно этот график, он как бы скомпрессован сильно, а остальные, наоборот, раздвинуты. То есть большая часть наблюдаемой прогрессивности связана с тем, что кризис предполагается ударил очень сильно по крупным населенным пунктам, где самые высокие доходы. Если мы опять-таки посмотрим на общий результат, насколько снизилась бедность в Туве и насколько она увеличилась в Москве, вот эта прогрессивность, там 2% пункта в Москве, 2-3% пункта в Туве, она находится в пределах статистической погрешности, то есть при измерении бедности. То есть мы не видим радикального изменения, радикального сдвига в пользу прогрессивности социальной политики. И это надо иметь в виду, потому что кто-то может воспринять результаты этого доклада как то, что вот наконец-то в России изменилось направление политики, и она действительно стала ориентироваться на снижение бедности и на остроту социальных вопросов. О неравенстве очень хорошо сказал Владимир Ефимович, потому что когда мы смотрим на эти оси, ось дохода, и видим, что вот если доход выше, то снижение больше, если доход ниже, то есть какой-то рост. Вот очень важный вывод из обследования высшей школы экономики о том, что в принципе доход не коррелирован с теми, как люди испытали шок на рынке труда. Важно тип занятости, важно место работы. И это очень важный аспект, который мы не учитываем, и который ведет к иному измерению неравенства, к изменению неравенства в другом поле, которое вот в таких вот презентациях, в такой вот представлении простого распределения дохода не видно. И это означает, что мы можем сказать, вот положение с неравенством улучшилось, а на самом деле оно, я думаю, ухудшилось сильно, потому что вот эти вопросы социальной справедливости и влияние кризиса в зависимости от того, где люди находились до кризиса, оно, возможно, привело к усугублению тех социальных разрывов и дистанции, которые в обществе есть. И в конце концов, опять-таки, хочу поддержать всех докладчиков и докладчиков важность данных. Россия, опять-таки, позитивно отличается от многих остальных стран. Данных больше, данные доступны. Ученые работают с ними. Это великолепно. И это действительно задел для будущего и для того, чтобы российская наука продолжала следовать наилучшим тенденциям мировой науки. Спасибо большое еще раз за возможность выступить. И желаю всем удачи, и особенно докладчикам и дискуссантам. Спасибо. Спасибо, Руслан, в том числе за комплементарную часть по поводу качества данных, потому что мы обычно их ругаем. Те данные, которые есть, у них достаточно много претензий к тому, на основе чего мы делаем анализ. Я бы хотела предоставить слово для комментариев докладчикам и дискуссантам, потому что к вам было обращено уже достаточно много комментариев и вопросов. Кто бы хотел ответить первым, может быть, и прокомментировать то, что прозвучало? Я могу ответить, только, Оксана Вячеславовна, поясните, пожалуйста, все-таки регламент. Мы немножко выбились за рамки нашего семинара. Насколько развернуто мы можем сказать? Мы немножко выбились. Я предлагаю до 18.30 завершить, то есть выдвигаясь немножко. Если удастся раньше, то прекрасно. Но вот сейчас выслушать ваши комментарии и, может быть, увидеть, если один или два еще будет завершающих комментариях. Хорошо, спасибо. Или это критично? Нет, я думаю, это вполне нормально. Давайте я попробую начать от лица нашей команды. И если Дарья или Сэмюэлзи хотят дополнить, то, соответственно, у них будет возможность. Я бы хотел, в первую очередь, поблагодарить всех дискуссантов и других выступающих за очень ценные и полезные комментарии, которые вы нам дали. Очень много материала для дальнейшей работы, для размышлений. Наверное, в силу регламента у меня нет возможности отвечать на каждую реплику и на каждое очень полезное соображение. Но я бы хотел поделиться несколькими мыслями, на которые меня натолкнула наша дискуссия. Во-первых, и в конце у меня еще будет вопрос тоже к Владимиру Ефимовичу и другим выступающим насчет предположения модели. Первое. Действительно, вот в результате нашего семинара у меня у самого в голове возник философский вопрос. То есть получается, что меры политики, которые были направлены на поддержку пострадавших в результате кризиса, они оказали такой, как сказать, неоднозначный эффект. Они, получается, были сосредоточены на тех, кто действительно наиболее бедный, то есть семьи с детьми, одинокие родители, то, что Руслан говорил, и другие, это те семьи, для которых известно, что в России самые высокие риски бедности. Но не на тех, кто больше всего пострадал от кризиса. С точки зрения экономической политики, вот мы все, как эксперты, специалисты, которые с этим работают, мы считаем это правильно. Как мы можем дать рекомендацию российскому правительству поддерживать тех, кто пострадал, или тех, кто наиболее нуждается? Потому что выяснилось, что в результате этого кризиса то, о чем говорил Владимир Ефимович, это не одни и те же люди. И, видимо, российское правительство выбрало стратегию поддерживать тех, кто наиболее нуждается, как сказать, интегрально, в результате всех предыдущих лет недоработок социальной политики, а не только тех, кто пострадал в результате именно этого конкретного кризиса. Потому что наш анализ, и то, о чем говорил Владимир Ефимович, и Светлана, говорит о том, что мы, собственно, толком даже не всегда знаем, кто пострадал от кризиса. И тут, продолжая аналогию Владимира Ефимовича, получается, что, возможно, правительство сделало это осознанно, имея в виду, что семьи с детьми и другие уязвимые категории наиболее нуждаются, и давайте поддерживать их. А, возможно, они искали, что называется, под фонарем, то есть на освещенной стороне улицы. Окей, мы знаем, что эти категории уязвимы, мы, в принципе, знаем, как им помочь, потому что дети все зарегистрированы. Выделить пособия на детей относительно легко с административной точки зрения, они сами за ним обращаются, они получают деньги. А те, кто, собственно, наиболее затронут кризисом, возможно, они даже и не смогли их идентифицировать, по крайней мере, быстро, эффективно, для того, чтобы предложить им адресную помощь. Вот у меня это, скорее, вопрос риторический. Если у кого-то есть ответ, я буду рад выслушать, но у меня лично пока больше рождается вопросов, чем ответов. Поддерживаем ли мы такую политику правительства? Считаем ли мы, что они должны продолжать поддерживать наиболее уязвимые группы, которые, по крайней мере, понятны, как поддерживать, или они должны сосредоточить свои усилия именно на тех, кто пострадал от кризиса? Или какая-то комбинация из этих двух, соответственно, ситуаций. Вторая группа моих мыслей и соображений связана с тем, что, в первую очередь, говорил Светлана, ну и другие выступающие о том, что действительно наша модель, естественно, и даже никакая микросимуляционная модель не может ответить на все вопросы, связанные с таким кризисом, ковиды, пандемии и всех других аспектов. Настолько многомерная, многоплановая проблема и бедность даже можно измерять разными способами. Абсолютная, относительная, монетарная, многомерная. Естественно, мы и не пытались ставить такую амбициозную задачу, как осветить все аспекты, связанные с этим. Но действительно, наверное, мы в своих исследованиях и другие исследователи должны как-то конкретнее ставить вопрос, на который мы пытаемся ответить, и четче, соответственно, обозначать ту область, в которой мы считаем наш метод является наиболее эффективным, а какие, соответственно, являются областями дальнейших исследований. Мы, в свою очередь, тоже принимаем все эти комментарии во внимание и при планировании дальнейших исследований, моделирования будем опираться в том числе и на этот обозначенный интерес и запросы, и как бы экспертного заобщества, где остались белые пятна, скажем так, на этой карте. И я бы хотел также задать один вопрос, наверное, в первую очередь Владимиру Ефимовичу, Светлане, ну и другим, кто будет еще выступать. Насколько, во-первых, вас удивили данные, которые пока есть в рынке труда за прошедшие несколько месяцев? Потому что, когда пандемия началась, было очень много панических настроений. Все, безработица сейчас достигнет 25%, 50% каких-то совершенно нереальных цифр, бедность двоится. Реальность оказалась такая, что безработица, конечно, выросла существенно, зарегистрирована, выросла в несколько раз, общая выросла на несколько процентных пунктов, но тем не менее, не настолько драматично, как могло показаться в начале. Вот вопрос, считается ли вы это удивительным, убедительным эти цифры? И второй, более прикладной вопрос, считаете ли вы наше предположение о динамике трудовых доходов реалистичными? Потому что, как я уже сказал, мы планируем продолжать работу, в первую очередь, в этом направлении. Мы переоценим наши сценарии, с учетом более полных данных. Но нам хотелось понять, в какую сторону нам двигаться. То, что мы предположили падение доходов на 8% в результате двух каналов общего падения доходов для всех и среди отдельных секторов и крупных городов. Насколько это близко к реальности? Или вы считаете, что мы должны более равномерно предполагать, менее равномерно на уровне всех типов населенных пунктов? Вот буду благодарен за ваши мысли, комментарии в этом направлении. Спасибо. Можно продолжить? Да, конечно, Владимир. Мне кажется, подняты очень интересные вопросы. И Руслану большое спасибо. Он очень много ценных вещей сказал. Но, может быть, я начну или продолжу то, что говорил Михаил, потому что он прямо сформулировал целый ряд вопросов. И один из больших вопросов, на которые, мне кажется, интересно ответить, почему была выбрана та линия поддержки, которая была выбрана. Ну, мне кажется, тут целый ряд обстоятельств. Первое, я согласен, что это просто делать. Все дети известны. Есть представление, что семьи с детьми в самой сложной ситуации, они под риском бедности. И, с другой стороны, это очень политически красивая и ясная мера. Это такой политический сигнал. Вот мы думаем о людях, тех, которым сложно. С другой стороны, все-таки мы не должны забывать про специфику этого кризиса. Это не обычный кризис. Это не кризис, вызванный шоком спроса. Это кризис предложения. Мы своими руками во всех странах взяли и закрыли бизнес и посадили людей дома. Но это примерно то же самое, что случилось землетрясение, пришло цунами или что-то такое. К спросу не имеет никакого отношения. Мы перекрыли предложение. Люди не могут работать. Они сидят дома. Отсюда, естественно, падение доходов. Здесь ответ Сергея Николаевича Смирнова. И когда все это разворачивалось, мы хорошо помним, что все страны обсуждали, как помочь тем, кто потерял доходы из-за вот этих вот карантинных мероприятий. Но если у нас кризис такого рода, нам очень важно, что когда кризис прекратится, ну, так сказать, сойдет острота, чтобы все те бизнесы, которые были насильно остановлены, они немедленно смогли работать дальше. Нам нужно было сохранить matching capital, human capital, потому что вот этот вот matching capital, соединение людей, обладающих определенным человеческим капиталом с теми технологиями, которые уже работают, которые проинвестированы и которые эффективны, и это залог будущего восстановления. Если этого не произойдет, если эти бизнесы все умрут, погибнут, исчезнут, ну, понятно, восстановление будет будет самое сложное. И, исходя из этой логики, нужно поддерживать максимально тех, кто с этим связан, чтобы они пережили это, чтобы они потом могли выйти и начать действовать. И многие европейские страны, мы знаем, таким образом действовали. Значит, у нас, в общем, фактически пошли по другому пути. Поэтому, как надо было, ну, можно обсуждать, это большой вопрос, но когда мы сравниваем общие масштабы поддержки в процентах ВВП в России и, допустим, в других странах, мы видим, что российские масштабы очень маленькие. Очень маленькие. Это означает, что, ну, мы шли другим путем. Насколько это эффективно, насколько это долгосрочно эффективно, ну, можно обсуждать, спорить это. Значит, теперь по поводу безработицы. Ну, я давно занимаюсь российским рынком труда, и я, и мои коллеги, и мы всегда говорили о том, что если случается в России любой кризис, не смотрите на безработицу. Она вам ничего не скажет, смотрите на доход. И в данном случае то же самое, но в данном случае то же самое не только у нас, а во всем мире. Ожидание, что будет большая безработица, я не знаю, откуда оно идет. Да, оно было такое везде. Но единственные страны, где рост безработицы в кризис было большим, это было в Соединенных Штатах и Канада. Почему? Ну, потому что в Соединенных Штатах рекол анемплоймент. Те, кто у нас находятся в длительных отпусках административных, они не считаются безработными, а в Соединенных Штатах они считаются. Ну, уберите их из анемплоймента, вы получите те же самые там один, полтора, два процентных пункта. Сейчас НБР выпустило целый ряд пейперс на эту тему, разделяется безработица у тех, у кого нет работы, и безработица у тех, у кого работа есть. Это звучит странно, но это так, потому что рекол анемплоймент это вот такая вот история. Но у нас-то они не считаются безработными. И естественно совершенно, что как только ограничения снимаются, это рекол анемплоймент резко идет к нулю. Поэтому как бы вот здесь такая история, но вся политика везде, во всем мире, во всех странах, она с самого начала была направлена на то, чтобы сохранить matching cap. И когда мы читаем ведущих специалистов по рынку труда в Европе и везде, ну, об этом говорят. Ну, а дополнительно российская специфика, если мы говорим про Россию, ну, не увольняют. Поэтому рост безработицы, который может быть, он может быть не за счет увольнения. Он может быть за счет тех, кто перестал быть самозанятым. Он потерял бизнес, потерял клиентов, ликвидировал свой ИП и пошел в безработные. Поэтому, как бы, роста безработицы мы не ждали. Мы не ждали. Падение доходов, ну да. Но это в этом смысле это старая история. ИП. Значит, что касается предположения о динамике трудовых доходов, мне кажется, это сложный вопрос, его надо обсуждать. Потому что мы не знаем до конца, как распределяются потери по группам. Мы не знаем. На тех данных, которые у нас в данный момент есть, мы никакие выводы делать не можем. Поэтому я бы думал о гипотезах, но с выводами я бы подождал до появления данных. Я думаю, что такие данные появятся не раньше, чем в НДН за 2020 год и РЛМС за 2020 год. Значит, вот тогда мы увидим в НДН, там это все фиксируется, занятость по месяцам, можно увидеть что-то. В НДН, да, он не очень богат переменными индивидуальными, но, тем не менее, вместе действительно с РЛМС мы можем что-то посмотреть. Но это надо ждать, пока я не вижу на основании чего можно строить более-менее обоснованные гипотезы. Я хочу ответить на вопрос Лилии Николаевны про дистанционную занятость. Это большой, как мне кажется, большой блок вопросов и очень важный. Мне кажется... Хорошо, нам заканчивать надо будет. Да, ну, хорошо, я очень быстро. Мне кажется, что очень многие люди устали от этой дистанционной занятости. и как только закончатся ограничения, они скажут, ну, слава Богу, больше никакой дистанционной занятости. Во всяком случае, я к этому сам близок. Ну, просто ради такой смешной истории у нас был семинар в Зуме с сотрудником Всемирного банка, и он делал доклад у нас на семинаре. И во время семинара, а он выступал из дома, на его компьютер залез его огромный кот, лег, хвостом закрыл камеру, и потом он пять минут сражался с этим котом, по которому не хотел уходить. Ну, вот это вопрос об эффективности. Да, ну, и мне кажется, за этим надо следить, это нужно изучать. Есть у дистанционной занятости не только проблемы с точки зрения эффективности, но и с точки зрения нарушения вообще всей баланса, всего баланса нормальной жизни дома. Особенно у людей небогатых, с плохими жилищными условиями, да еще и в больших семьях с детьми, а также с собаками и кошками, которые не всегда понимают специфику дистанционной занятости. Вот, и еще раз всем спасибо, большое было интересно. Большое спасибо, Владимир Ефимович. Маленькие дети тоже не очень понимают специфику дистанционной занятости, и вопрос безусловно важный, мне кажется, в общем, он требует обсуждения и ни одного на различных площадках. Коллеги, доставшиеся докладчики хотели бы сказать пару слов, нам надо в течение 5-6 минут завершить работу, но может быть у Сэмюэла или у Дарьи или у Светланы есть желание сказать несколько коротких слов в заключении, прозвучавшей здесь дискуссии. Да, я бы хотел под конец сказать пару слов. Я думаю, что вот сама мысль о хронической и приходящей бедности, это очень важный вопрос, он фундаментальный, его надо помочь, и России надо помочь при формулировании своей дальнейшей политики, условия существования бизнеса, преодоления бизнеса, чем оно вызвано, либо большой семьей, большим количеством детей, либо плохим человеческим капиталом, что касается приходящей, так сказать, бедности из-за экономического кризиса или пандемии. Это другое, и в обсуждении было сказано, что нет у России институтов для того, чтобы решать вопросы вот этой приходящей бездности. Возникает вдруг кризис, вдруг он разразился, и тогда начинается спонтанная реакция в зависимости от экономического цикла, от участка экономического цикла, какие-то задействуются механизмы в Соединенных Штатах и других. Есть страховые механизмы, которые задействуются или не задействуются в зависимости от возникновения каких-то обстоятельств. Поэтому в российской церкви все другое. Поэтому существует огромная разница между хронической бездностью и временной. Но так или иначе всеми этими вопросами необходимо заняться. Должны быть инструменты для борьбы с постоянной хронической или временной бездности. Дарья и Миша уже говорила, что необходимы процессы и что механизмы прямого налогообложения не являются эффективными в российском контексте. И конечно же необходимы массивы данных. Чем больше данных у нас будет, тем будет лучше. Но так или иначе мы можем уже задействовать имеющиеся данные для прогнозирования краткосрочных последствий. И нам очень важно понять, каким образом пандемия оказывает влияние на разные социальные группы в разных во многих странах мира. И гостиничная индустрия и услуги естественно подвержены больше, чем другим, больше, чем сельское хозяйство и больше, чем другие отрасли экономики. Нам нужно правильно понять, как пандемия оказывает воздействие на развитие экономического кризиса, на бедность и на другое. Хотел бы передать слово институту и поблагодарить вас за организацию этого интереснейшего семинара. Спасибо большое. Коллеги, я думаю, что мы будем завершать сегодня невероятно интересную кучу, которая, в общем, одного из модераторов коротко тоже скажу, что мне кажется, вот то, на что обратил Михаил по поводу реакции на кризис, что есть те, кто больше пострадал и те, кто больше нуждался, вот на мой взгляд, это не очень новая для нас реакция. Если мы посмотрим на кризис 2008-2009 года, то там тоже выигравшие от кризиса группой в результате предпринятых мер поддержки были пенсионеры тогда, потому что именно им были адресованы наибольшие инструменты социальной поддержки. И при этом пенсионеры отнюдь не были самой страдавшей группой тот кризис, но тогда это была реакция на то, что размер пенсии на протяжении нескольких лет до кризиса 2008 года рос медленнее, чем заработная плата, и относительный уровень жизни пенсионеров был не очень высоким. Ну и в какой-то мере там тоже было временное совпадение, о котором говорил Руслан сегодня, применить к нынешнему кризису, потому что многие меры поддержки пожилых, которые были, совпали с кризисом 2008 года и были анонсированы как реакция на кризис 2008 года, они планировались примерно там за полгода до его начала. И это такой интересный тоже момент к размышлению по поводу действительно того, кого поддерживает российское правительство в кризис. Но вот еще, может быть, резюмируя, мне показалось очень важным, что сегодня несколько выступающих говорили, обращали внимание на важность расширения дискуссий нашего вокруг эффектов пандемии, связанного не только с неравенством в уровне жизни или неравенством в доходах, но и с неравенством в доступе к различным социальным услугам, в частности, к услугам здравоохранения. На самом деле, по другим исследованиям мы видим похожую картину с неравенством в доступе к социальным услугам и связанным с этим возможным увеличением неравенства в качестве жизни. И вот это, мне кажется, очень интересная тоже тема для дальнейшего обсуждения, надеюсь, на этой площадке или на других площадках. Ну и в целом, конечно, пандемия явно нам преподнесет еще не единожды новые какие-то поводы для дискуссий и для размышлений об эффектах, связанных с уровнем и качеством жизни и для эффектов, связанных с социальной политикой. Сейчас я бы хотела поблагодарить всех за очень интересную дискуссию, поблагодарить докладчиков, дискуссантов, участников за терпение и за интерес к этому мероприятию и еще раз выразить признательность Всемирному банку, партнерству, с которым дарят нам такие замечательные семинары. и пригласить всех на следующий семинар, который состоится в ноябре примерно через месяц. Анонс мы сообщим, как только будет окончательно определена тема и дата. Спасибо большое, мы были рады всех видеть и будем рады видеть впредь. Всем хорошего вечера, до свидания. Оксана, а можно объявление? Да, 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 во вторник на следующей неделе семинар Центра Трудовых Исследований совместно с Институтом Исследований Труда в Бонне выступает профессор Лондской Школы Экономики Ройл-Арех Колледжа Джонатан Ватсворс в Зуме смотрите на сайте Высшей Школы Экономики объявления, присоединяйтесь, кому интересно. Вторник, следующая неделя в 5 часов по московскому. Все, а теперь уже всем действительно хорошего вечера и плодотворной дальнейшей работы. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.